Сегодня в программе На счастье Вперше, шокующие доросли знахидки Приспособление для курения марихуаны Вы такое находили в номерах? Это секретная информация, извините Вперше, проверка рыбного супермаркета Кто-то очень сильно течет Это карач На нем уже завелась плесень или грибок Да, бывает часто В таком состоянии рапана у вас хранятся? Где-то так Вперше, ревизор у синагозе Я впервые это делаю И шалом вашему дому Та не пропустите Паб Махно Заклад, где живет анархия Рис за рисом, бытовая химия И что? Картошка, она уже скисла У нас нет старшего повара Батька Махно говорил, что анархия мать порядка Вы на кухне устроили анархию? Робочая среда, звичайно Что переможе? Чары персоналу Чи бардак на кухне? Гайсичий, хуга, непролавна крига Гайпамились, пришли на стоп Это вы написали? Дніпро 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 Містомільйонник Четвертое за кількістю населення в Україні Донедавно мало назву Дніпропетровск, та с травня цього года переименовано на Дніпро. Дніпровский трамвай – один из первых электричных трамвайов в Украине. Працюет уже понад 150 лет. Еще одна из визитивок города – Кухонная туфелька. Ее створили из сотен кастрюль и кришек. Но ревизора интересуют не арт-объекти. Наша работа – рестораны, готели и магазины. Тож команда вирушает проверить, как готовят и принимают гостей Дніпряни. Поехали! Готельно-спортивный комплекс «Динамо» – один из самых дешевших мест для ночевлений в Дніпре. Розташованный он в центральной частинии города, поруч с футбольным стадионом Дніпро-Арена. Відгуки кардинально разомаются. Самый дешевый – не хостел в Дніпропетровске. По правде говоря, это скорее коммунальное общежитие, в котором появились кондиционеры. Реальная цена предоставляемых услуг должна быть в два раза меньше. Вполне приличная гостиница, как для такой цены. Ремонт, конечно, не евро, но достаточно чисто. Для одних двух суток – отлично. Останавливались в гостинице в конце октября с детьми. И это просто ужас! Антисанитария, грязь, хамство со стороны персонала. Под диванами валяются использованные резинки. Я в шоке! В такие номера они заселяли детей! Это отель «Динамо». Рядом находится легендарный стадион «Днепр-арена». Я приехал сюда провести ревизию и переночевать. Здравствуйте! Здравствуйте! Меня зовут Вадим Абрамов, я ревизор. Слушаюсь. Как вас зовут? Ольга. Ольга Николаевна, даже я вижу. Да, Ольга Николаевна. Кто у вас в основном живет в гостинице, Ольга? Я одну минутку приглашу директора. А вы у этом вопрос некомпетентный? Вы каждому гостю говорите, что нужно с директором поговорить? Нет, а что вас интересует? Номера какие ценности? Ценности на номера. Я могу рассказать. Начиная от 100 гривен кое-какое место. То есть мы не ошиблись из того, что мы видели в Днепропетровске. Это самый доступный отель, самый дешевый. Стандартные номера у вас же тоже какие-то есть, да? Ну это по 150 гривен двухместный номер человека. Кто у вас в основном останавливается? Спортсмены. Часто бывают? Ну не так часто, но бывает. Я просто название Динамо как бы говорит о том, что должны быть спортсмены. Молодцы. Цены посмотреть можно? Да. Ничего тут не понимаю. Самый дешевый у вас какой, вы мне сказали? 100 гривен кое-какое место. А вот есть 80, я вижу, на пятом этаже. Ну мы их не знаем, потому что они очень холодные. А самый дорогой номер? А самый дорогой номер 500-550. Это номер на 2 плюс 1 плюс 2, это там 5 мест спальных, и это люкс. Номер покажете? Да, сейчас, минуточку, я пока отлучиться не могу, я приглашу. Да не надо приглашать, смотрите. Хорошо, что рады показать. Но у меня уже в руках ключ от номера. А, понятно. Да, наш тайный покупатель уже был в «Динамо». Номер оплатил, ключ у меня в руках. И теперь я пойду в номер проводить ревизию. Я буду у вас ночевать еще. Да? Да, конечно. Надеюсь, что у вас будет тепло и комфортно. А лифт работает, да? Да. Все, тогда поедем на лифте. Идемте на ревизию. Так, ну что, мы приехали на 5 этаж. Холодно, блин. Надо было пальто брать. Еще и обогревач, перехват, айдет. Дверь со скрипом открывается. Здесь номер 2. 55-й мой, 54-й. Ну, а тут что тоже? Да, санузел. Вгадал. Такой дубарь. Давай померяем температуру в ванной комнате. Я, чтобы не сильно смотреть на волну, и чтобы оставить впечатление на потом, просто положу вот так градусник. Не глядя на пол, куда еще приду. Это самое доступное жилье в Днепропетровске. Именно поэтому мы сюда и приехали. Вот и будем проводить ревизию. Что? Не вразило? Что случилось? Для тебя лежит мини-косметика, можешь сразу проверять. Мини-косматика у мини-килькости. В дорогих отелях заграницей на подушке кладут шоколадки. Можно подрезать. Иногда мы это видели недавно в Карпатах. Помнишь? Плитку. Чтоб мало не сдалось. Мыло и шампунь. Ну, по крайней мере, сразу видно, что стандартно два мыла. Пока ты разбираешься, я включу обогреватель, потому что холодно, батареи ледяные, они не работают. Какой-то умелец еле примотал этот выключатель, который не работает. Выключатель, он грязный, в старом жире, чьих-то рук. Но температуру он не дает вообще никакой. В розетку я воткнул, кнопки я попереключал. Таду-бар, как стоял, так и стоит. Но нас про это попереджали. Мы их не сдам, потому что они очень холодные. Ну что ж, начинаем. Холодная ревизия в Днепропетровске за недорога. Попробуй рукой, какой у меня холодный нос. Я носом могу обролоть. Холодный. А у меня? Я не чувствую, у меня просто холодный. Холодный нос к холодному носу, это два холодных носа, и больше ничего. А мы ж так сподевались. Нужно быстро проводить ревизию, понимаешь? Это единственный способ согреться. А вам как? Сереж, как тебе в футболочке? Холодно? Да, давайте быстрее. Ну, давайте ускоряться. Кто-то стучит. Я никого не жду. А ты кого-то ждешь? Нет. Но кто-то стучит. Щерца за гости. Что? Полиция. Лячно? Какая полиция? Здравствуйте, заходите, пожалуйста. Здравствуйте. Как я хотел видеться, действительно ли здесь ревизор находится? Переконуйтесь. Здравствуйте, меня зовут Вадим Абрамов, я ревизор. Это Анна Жижа, шеф-редатор программы «Ревизор». Вас как зовут? Меня зовут Роман, патрульная полиция города Дмитрий-Петровска. Очень приятный, Роман. Простите, у вас кто-то вызвал? Да, было неправильно припарковано авто у вашей съемочной группы. Место для прохода пешеходов было меньше двух метров. Мы проезжали мимо и обнаружили это нарушение. Простите, пожалуйста, наших водителей и нашу команду. Мы с ним разберемся еще. Мы попросили его перепарковаться, стать согласно правилам дорожного движения. На первый раз мы сделали ему устное предупреждение. Большое спасибо за предупреждение. Мы подъехали, выскочили и все. Да, я понимаю, поэтому мы пошли на встречу первый и последний раз. Можете я вас с вами так? Ветбулися попередженнями и обимами. Кто целовалась с полицейским только что? Лезла обниматься? Тот я. Так это же невозможно. Пока я ввожусь в каком-нибудь дерьме, она с операторами заигрывает. Красавчик наш. А ты не ревнуй. Иди, проверяй унитаз. Пришли полицейские, все. Только повод дай. Я пойду к калориферу. Потому что тебе взвращение понадобилось немного тепла. Бесполезная дрянь стоит в номере. Тепла не дает. Вообще не от кого получить тепла. А так кортеть. Андрюш, иди сюда. Ты теплый. Але и вид Андрея тепла не дочекаешься. Пока в номере еще есть солнечный свет и солнце не село. Видно все. Все пятна и дырки на стенах. Все следы от убитых комаров на потолке. Вот один придавленный остался. Лапотик. Наче позовал для камер. Идемте на балкон посмотрим. Нам жарко было в номере. Жарко, да? Ходимо проветримося. Балкон. Окна, кстати. И балконная дверь металлопластиковая. Проте тепленьше в этом номере не стает. Балкон. А, что, холодно? Телевизионный кабель очень интересно сделан. Висит таким полком смутанным. Вот просто намотали и бросили. Для антуражу. А вот и стадион огромный. Виденый спортивный комплекс. Непаравена. Известнейший стадион. Еще який издрит. Давай сделаем так. Слушай, если сильно дернусь, крыша что-нибудь упадет. Тому чему він тут лисеть? Аби было? Я хочу смотреть на Днепропетровску. У меня висит кабель перед лицом. И не только він. Посмотри, что упало. А, так тут отдыхали красиво. Смотри, трусы висит клавас. Ну это не трусы, это женские трусишки. Відпочивали темпераментно. Холодно, все, идем внутрь. Але и в номере не зігрієшься. Надей мне перчатку. Кстати, мы можем все надеть. Может по две сразу. Якщо утеплятися, то поповній. Кому холодно, кому перчатки надеть. И только Вадим порается с векном, Аня затеплюет и операторев. На карнизе пыль. На неработающей батареи, что у нас? Грязь. Батарея холодная? Ледяная. Линолеум. Грязный. Причем линолеум элементарно просто вымыть тряпкой. Ну да. Его не надо пылесосить. Ну вот в дырки надо пылесосить. Вернули он вот там. Ну а здесь не пылесосят. Не. Зачем? Тут песок собирается. И сколько він вже копиться, можна тільки уявити. Телевизор. На телевизор кто-то ставил чашку, и остались разводы. Антенна. Мы только что видели, как антенна висит на улице. Висит таким пауком смотанным. Вот просто намотали и бросили. В этот номер ее не дотянули. И поэтому поставили рога. Наставлять рога умеет не только Анна. Ну и горничные в этом отеле. Какой обидчивый. Так, ищем новый канал. Рога ловят хорошо. Но нового канала нет. Рога не помогли. Значит, выключаем. Бестолковый телевизор. Телевизор стоит на прикроватной тумбе. В ящике в тумбе в углу крошки. Заховались от покоилки. Посмотрим на этот красивый набор. Стакан. Его дно вообще не моет. Тарелка. Фу, с него капает. Ну, то есть ее мыли. Если с него капает вода. Посмотри на вот эти два глаза от стакана. Темноваций. Стекает со стакана, грязь какая-то течет. Остается на тарелке. Горничная не облекает на это внимание. Зачем? Тоби, Треба, ты и мы? Посмотри на ножки стола. Они же все замызганные и грязные. И в подтеках. А телефонная розетка, это вообще писк. Она пропищала в последний раз. И повисла на проводке. О, как стол стоит. Еще чуть-чуть, а он пойдет. В пляс. Посмотри, ты его так поставил, что нога просто оболтается. Стол копытом бьет. Стол уже отбил свое. Отбил. Отбыл. Перейдем к кровати. Вот пятна. С одной стороны, полотенце собралось в рюше. С другой стороны, полотенце трещит. Ладно, не надо его трещать дальше. Ё-моё, и так не порадовка. Подушка. Наволочка старая стиранная. С нее лезут нитки вот везде. Фу. Если сильно дернуть, все разлезется. Сама подушка зеленая в цветы. На подушке огромные пятна. Огроменные. Это никто не плакал, это никто не рыдал. Женщина столько не выплачет. У мужика вообще столько слез нет. Простыня. Она же под одеяльник. В тюльпаны. Блин, она стоит. Она накрахмаленная? Да, это крахмал. В отелях крахмалят постельное белье. Это по старинке. Подожди, я лечу. Чисто. Я убираю покрывало. Ты посмотри, как застилают типа двуспальную кровать. Простыни внахлёст. Потому что они односпальные. А я думала, это складочка. Обманучка. Так, простыни в принципе, я смотрю, что чистые. Срываем? Масло. Как мило. У меня зеленее. Пусть час тейло. Блин, на таком зеленом цвете пятна искать сложно. Гарно, москваня. Но я не вижу. На втором матрасе тоже пятен не вижу. Это похвально для матраса. Но матрас не грязный. Теперь посмотрим, что под этой кроватью творится. Резинка для волос. И шпилька. И деньги. Набир справжнюю леди. Шкаф. Открываем. Обои отклеиваются. Так, смотрим на одеяло. Ну, вон, блин, огромное, вообще жуткое пятно. Волос чёрный висит. Большое жирное пятно. Криваться таким не сходится. Старое замызганное одеяло, но напоминает половика, а не одеяло, которое нужно класть на кровать. Вешалки четыре, все разные. Піднастрий. На антресоли. Пыль. Опилки. И остатки еды. Зазирнемо глибше. Вадик, рассказывай. Что? Это была картошка фри. Её тут ели в больших количествах. Помимо всего прочего, картошку фри ели с кетчупом. Ещё? Не всё. Грязная, треснувшая, засохшая крышка от газировки. Упаковка от жвачки. Скорлупа от тыквенных семечек, её там много. Этикетка от, не знаю, от одежды. И на закуску. Вы такое находили в номерах? Нет, никогда. Сейчас все делают вид, что никто не знает, что это, да? Нет, все прекрасно знают, что это. Потому что такое всегда валяется на детских площадках, к сожалению. В детских садиках, на территории школьных стадионов, в посадках. Милиция рассказывает об этом, полиция рассказывает, по телевизору показывают. То есть все прекрасно понимают, что это приспособление... Для курения марихуаны. Приспособление для курения марихуаны, которое делают подростки. ЖАХ. Демте руки мыть и температуру проверим заодно. Такой дубай. Давай померяем температуру в ванной комнате. И чтобы не сильно смотреть на ванной, чтобы оставить впечатление на потом, просто положу вот так градусник. Не глядя на пол, я ещё приду. Давайте проверим температуру. Градусник давно лежит на полу. Температура 14 градусов. А у отеля мая будет от 17 до 25. А тут плюс 14. Дубай. Санузел очень маленький. А это, напоминаю, санузел один на две комнаты, на два номера. В санузле света мало, односкудная лампа. Из современного бойлер. Тут на нём ржавчина. Сучасность постарела. Зеркало, я не знаю, на какой рост, оно такое, на метр пятьдесят. Выше уже не получится. Голитесь на вприсадку доведеться. Ну вот я стою, у меня головой вообще вхожу в бойлер. Головное, не сильно входите. Крепёж у зеркала вообще гениальный. Два труба в стенку, сверху скотч. И держится. Вина хидлова. В переливе чисто. Под краном тут старая известь. Замазка вон уже вся высохла, отошла. Кусками, смотрите, слазит. И там грязь. Мусорное ведро, побитое жизнью, временем, с трещиной. Життя нелегкое было, мабуть. Мыло в дозаторе, но это не мыло. Это гель для душа. Пахнет апресином и персиком. Посмотрим на душевую кабинку. Колесики грязные. Вон там сколько грязи, старого жира. Шарики за ролики заехали. Вот тут, если пойдете принимать душ, ваш сосед сразу об этом узнает. Потому что двери гелью открываются. Уже лагодите треба. На душ и грязь. Подключение труб гениальное. Трубы просто повесили вдоль стены. За ними всюду ржавчина. Плитка грязная. Хотя швы пытались косметически закрасить. Но тут не сильно помогло. Черное он проглядывает насквозь. А не то прибирали, а не то маскували. Головка душа, кстати, без извести. Что, включаем? Есть ли горячая вода? О, пошел кипяток. Хочу в душ и добить не доведеться. А теперь посмотрим на унитаз. Сидение чистое. Под ним тоже чисто. Ободок унитаза протирали. Под ободком. Ну, ничего криминального. За унитазом доглядают. Рулон туалетной бумаги наполовину использован. Туалетная бумага самая обычная, темно-серого цвета. Унитаз сливает. Теперь ерш. Ерш напоминает пасту болоньес. Когда из красного соуса торчат белые куски спагетти. То же самое. Сомнения у вас, конечно. Реалистичнее. На двери. Ревизор побачил все. Попереду ночевля. Так, ну что, номер я проверил, туалет я видел. Я тебя оставила градусник, если будешь мерзнуть. Смотри на него и пусть тебе будет холоднее. Спасибо большое. Окей. От Тубии на Дубранич. Чао. Все ушли. Я остался один. Дубарь такой, что просто все сводит. Давайте посмотрим, какая здесь температура. В этом номере 11 градусов тепла. 11. Это же адский холод. Как можно жить в 11 градусах тепла? Ниже 14 это вообще не жилое помещение. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Одно вешок есть. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сейчас, секунду, я переоделюсь. Причина посинее. Пусть еще кто-то скажет, что у меня легкая работа. Ночевать в таких условиях, я не знаю, не может, наверное, ни один человек, но я попробую. Я нахожусь в отеле «Динамо» в Днепропетровске и отель «Динамо» «Динамит» с отоплением. Тут плюс 11 и очень холодно. Все, спокойной ночи. Спокойной и теплой вам ночи. 3.28 утра. Адское время, чтобы устраивать себе утренние попутки. В этом номере теплее не стало вообще ни на градус. Тут зуб на зуб не попадает. Спать на этой жесткой кровати невозможно, но холод просто адский. Это не только самое экономное жилье в Днепропетровске, это еще и самое холодное жилье в Днепропетровске. Неудивительно, почему здесь не живут спортсмены. Они бы все переболели моментально. Все. Ночевать в таких условиях нельзя. Пойду, не знаю, проситься к кому-нибудь из нашей съемочной группы в номер, чтобы там переночевать где-нибудь на кушетке. Сюда вернусь завтра и все им расскажу, что я о них думаю. Сейчас только переоденусь быстро. Ночевать в этом номере нельзя, спать тут невозможно. Тут ледниковый период. Прямо сейчас и сегодня. В 2016 году в Днепропетровске. В отеле «Динамо» тут возле стадиона. Я пошел. Я все равно верхняя одежда нет. Пойду вот так. Пугать людей в Днепропетровске. Ревизор проверил отель «Динамо» в Днепре. Экстерьер. Отель занимает 4 этажа в бывшем общежитии возле стадиона «Днепр-арена» по адресу Щерса 8. Интерьер. Убогий. Старая расшатанная мебель. И санузел общий на два номера. Цены. За стандарт для двоих мы заплатили 350 гривен. Завтрак в стоимость не входит. Обслуживание. В отеле «Динамо» сводится к минимуму. Вас просто регистрируют на рецепции и предоставляют самому себе. Еще отель не отапливается. Температура в номере ночью была плюс 12. От жуткого холода я не смог заснуть и был вынужден уехать в отель «Команде». Чистота. Единственным чистым предметом оказался унитаз в общем санузле. К остальному противно прикасаться. Батарея. Бойлер. Душ. Пол. Грязный. На покрывале. На одеяле. И на обоях. Пятна и подтеки от жира и вина. На потолке кровавые следы от убитых комаров. По всему номеру мусор, засохшие остатки еды и аматорское приспособление для курения марихуаны. Ваш отель – один из самых дешевых в Днепропетровске. Но такой беспорядок и жуткий холод нельзя оправдать даже низкой ценой. Жить в таких условиях невозможно. Поэтому ревизор категорически не рекомендует отель «Динамо» в Днепре. Супермаркет «Рибный свитокеания». Команда ревизора еще никогда не проверяла саме рыбный магазин. Вперше за 7 сезонов мы покажемо, какие нюансы ждут нас в таком рыбном месте. Лучший из лучших супермаркетов в Днепропетровской сфере качества и обслуживания. Советую всем. В отделе кулинарии товар ничем не хуже, чем приготовленный в домашних условиях. Очень бы хотелось, чтобы продавец за витриной обслуживала в перчатках. Пока я ждала своей очереди, она пару раз чихнула в руку, вытерла об себя и продолжила обслуживать, погружая пальцы в то, что заказывали покупатели. Магазин просто отличный. Всегда покупаю только в океане. Отдел мороженой рыбки. Все чистенько, аккуратненько. Приятно совершать покупочки. Вот это рыбный мир, океане. И это говорят рыбное место. Идемте. Здравствуйте. Смотрите, как-то подпрыгивается. Непомечными лишиться не смогли, потому швидко дописовываются. Здравствуйте, вы кто? Я директор магазина. Вас как зовут? Владимир. Очень приятно, Владимир. Я Вадим Абрамов, ревизор. Я и все. Давайте посмотрим, что тут у вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Это кулинария. Да? Посмотрим, что в холодильниках творится. Холодильник кулинарии. На одной полке. Майонез и дрожжи. Цекавое поединение. Простите, вы вообще же не работаете на кухне. У вас медкнижка есть? У меня абсолютно все, Владимир. У нас я могу показать. У нас абсолютно все. Я вам просто... Да, но спецодежда. У вас должна быть спецодежда. Здесь продукты питания. Вы должны обязательно быть спецодеждой. На бутылке с каким-то томатным соусом. Упакована 2 февраля 2016 года срок годности по 4 февраля 2016 года. Просрочено это уже ровно на 20 дней. Почти на три недели. Невже ним досі користуются? Кульки, лук и чеснок. И случайно попавший сюда лайм, который давно пора списать. Он уже сгнил. Вареная свекла в ведре рядом с яйцами. Это сырые, смотрите, не крутятся. А сырые яйца категорически не могут стоять в одном холодильнике с готовой едой. Ризикованное сусидство. Это фаршмак. На фаршмаке даты нет. Соседний кульок. Тут что-то замерзшее. Такое камнем просто. Написано «рыбный». Рибный фарш. Но стикера с датой изготовления этого непонятного продукта нет. Холодильник нужно вымыть. Холодильник не потешил. А в цей час зал супермаркета под прицелом нашего эксперта Натальи Кудряшовой. Заходим в магазин. Овощи, фрукты. Орешки. Магазин у нас рыбный, но я белочка еще та, поэтому проверим орешки. Фисташки. Срок годности у этих фисташек 12 месяцев. А сделаны они у нас в 2014 году, 11 декабря. 11 декабря 2015 года их срок годности исчерпан был. Майже два с половиной месяца тому на момент внимания. И таких орешков у нас раз, два, свежие, свежие, 15-й год, 15-й год. Ну что мы видим? Срок хранения их 12 месяцев, а сделаны они 2 февраля 2015 года. 2 февраля 2016 года срок годности их закончился. Майже два тижни тому. Итак, мы нашли еще три пакета просроченных орехов. Почему я это могу сделать, а работники магазина не делают это? Повернемося до Вадима. Очень. В этой морозилке огромные запасы хлеба. Когда он сделал? Где-то информация какая-то есть. Информация заховалась. На всем этом хлебе даты изготовления нет. Откуда этот хлеб? Откуда эти булки? Этот хлеб приходит замороженным. Мы его принимаем, он клинится в замороженном. И согласно правилам хранения продуктов, обязательно здесь для продавцов, для работников кулинарии обязательно должна быть информация, когда этот хлеб здесь появился. Поэтому у вас должен клеиться стикер. Это у нас клинится документация. Понятное дело, что у вас обязательно должны быть документы. Если бы у вас был хлеб без документов, это было бы гораздо большей проблемой. Но здесь должны быть стикеры, а их нет. вторую морозилку давайте посмотрим а тут рыба так форель спинка 24 02 сегодняшнее число срок хранения по 25 марта 16 года все в порядку так а сейчас я вижу рыбное филе в кляре то есть это полуфабрикат дата написано 8 февраля 16 года сегодня 24 февраля срок хранения не указано или вообще-то срок хранения 8 0 2 а что не указано как он может быть просто не указано а чему ранее же недопрацовывали под форелью замороженный лежит перец никакого стикера нет и что він робить поручи с сырою рыбою ребра гриль готовы сделаны 25 января этого года срока хранения нет а куда она писали то есть все что не ликвидит кулинарию или что не идет кулинарию это морозилка со списанием подождите если вы говорите что это списание рядом смотрите лежит балык из рыбы сделан 20 февраля срок хранения по 21 марта чем уже продаваться так что у вас тут все перемешку то чего срок хранения не истек вместе со списанием у рыба овощи мясо еще и хлеба сюда поставили полный ящик все что только можно запхаты нам не нужно объяснять будет вас должно быть подписано списание и она должна храниться в отдельном месте все что здесь она идет на список но вот смотрите беру скумбрию у нее срок хранения по 25 марта в чем месяц по переду какой же это списание но как вам не хватает у вас абсолютно нормальное помещение перемешку лежат продукты питания мне пытаются верить в том что это списание и хлеб вы там тоже на списание стоит не так как бы списание с хлебом вместе хранить не вот этот ящик с хлебом сюда не встанет встанет займитесь пожалуйста я этим воде возле кулинарии морковь на заготовки посмотри это что смотрите у вас прямо рядом с кулинарии лежат овощи лежать так на ельц ну вот посмотрите на эту морковь она в кулинарию тоже уйдет вот смотрите кабинет директора напротив вы директор вы выходите из магазина вы вы лучше не за мной бегали с деле по магазину смотри это тоже списание это список и оно не пойдет вот это испорчено оно не пойдет никуда посмотрите как давно нас гнила это марку тут копать и копать Да тут весь яичек надо выбрасывать. Здесь выбрасывать. Может быть, ее просто правильно хранить надо, эту морковку? Перекладывать и смотреть за ней. Тем более, что дальше у вас лежат свежие овощи, я точно вижу. А картошка, да тоже ее еще и списывать не надо. Але неуважность персоналу помечает не лише Вадим. Наталя Кудряшова у зали так уж знаходит проблемы. И приехали мы полочки с соками. Возьмем маленькую упаковку, которую так часто покупают мамы для своих детей. Посмотрите, что здесь делается. Она здесь стоит на чем-то черном, непонятно на чем потекшем. За чистотой не следуют. А вот за строками. Так, смотрим срок годности. 23 января 2015 года были сделаны эти соки. Срок годности их составляет 12 месяцев. Год. Год минув в 16-м году, 23 января. Практически месяц назад. Та тут взагалі дивляться за датами. Они отправляются к нам в тележечку. Швиденько зберемо все просроченное. 23 упаковки просроченного сока я нашла на полке в океанее. Я предполагала улов, но не такой же рыбы. А який же улов чекает Вадима у складах океанее? Что вы там ловите в мутной воде? Устрицы. Устрицы? Вы ее только что получили или кто-то взяли? Да, привезли нам. Много устриц привезли сегодня? Два ящичка. Два ящика. Впервые в ревизоре мы увидели, как принимают устриц в магазине. А что вы с ними делаете? Проверяем на качество. А как делаете? Ну нажимаю, если она не открывается обратно, то значит она в принципе качественная. Тобто жива. Дата изготовления. Устрицы оказывается есть дата изготовления. 5 февраля 16-го года. А вот термину зберегания, как не дивно, немае. Они у вас давно здесь стоят? 10. Куда собираетесь дальше ставить? Камеру. Охлаживную. Вот туда, да? Идемте посмотрим, что там еще водится. Камера охлажденной рыбы. Температура минус 1 градус, показывает холодильник. Все стоит на поддонах, это правильно. Но что-то очень сильно течет. Это что так течет? Это речная рыба. Речная рыба. Что тут написано? Смотрите, рыба охлажденная, солнце, зон, карп, лещ. Дата изготовления 23-го, 02-го. Че вчера плавала. Давайте заглянем в один из ящиков. Здесь пересыпанный льдом лежит карп. Соседнем. Это карась. Карась? Да, все подписано, Владимир. Стикера, все. Все тишить. У вас жирные караси в Небрагедровске. А тут уже что-то покрупнее и посерьезнее. Написано морская форель. Дата упаковки 15-го, 02-го, 16-го года и срок годности по 1-е марта 16-го года. Рыба, видно, что свежая. Срок годности не есть. А теперь вопрос. Это рыба охлажденная? Не дуже схожая. Почему заготовки для пиццы хранятся в холодильнике, где у вас рыба? А где он должен на рамке стоять 2 часа? Он не должен стоять на рамке. Нет, это не постоянная храня, это временная храня. Они не могут свежать на пицце. Это полуфабрикаты, это сырая рыба. Весь товар, его выгрузили. Его нельзя сюда складывать. Это опломб. Какой опломб? Это оплошность, а не опломб. И серьезно. Но директор магазина от этого текает. Вот это что? Селедка? Она маринована. Почему она стоит рядом с сырой рыбой? Она не подвергается термической обработке. Почему стоит готовое к употреблению рядом с сырой рыбой? Молчить, как рыба. Когда эта селедка сделана, когда она сюда переложена, неизвестно. Стикера нет. На верхней полке вяленая рыба. Вяленая рыба-то уже не сырая. У вас написано «камера охлажденной рыбы». Никакой вяленой рыбы здесь быть в помине не может. Тем более в открытом ящике. Дата фасовки 15 февраля. Это с 15 февраля здесь стоит. На стеллаже, на вот этом, очень много ржавчины. Эти стеллажи надо уже обновлять. И, извините, надо убрать пол, потому что вот это все будет гнить. Ходимо далее. Написано «камера мороженой рыбы». Посмотрим, что здесь с мороженой рыбой. Это рыба запакована. Это бочок бешеный. Он когда сделан? На упаковке вообще никакой маркировки нет? Нет, у нас приходят стекера просто отдельно от поставщика. В этой упаковке он будет продаваться покупателю. И у нас даже по закону обязан производитель маркировать эту упаковку. И снова директор тикает. В этом мешке что? Рапаны. В таком состоянии рапаны у вас хранятся? Как не дбало с деликатесом. Никаких дат нет. Мясо мидий. Сделано это мясо мидий в мае 2015 года. И срок реализации 24 месяца. Продаватися ему еще и продаватися. Только ящик поврежден, и мидии уже нашли себе выход. А куда они пойдут? Пленка нарушена. Хорошо. Если здесь рядом стоит то, что не будет возвращаться поставщику, оно не должно храниться в месте. Тем более сзади меня написано возврат поставщику. Во втором помещении, которое мы проверяем, я вижу, что возврат хранится с продукцией, которая будет реализовываться в зале. Хотя для него мае бути окремое помещение. А там в глубине я вижу помидоры и черт знает что. Тут же креветки. Тут не только рыба. Все, что заманется. Решетки вентиляторов видно, что чистые. Ну что, посмотрели все внутри, идемте в зал. А там продолжает свою работу Наталья Кудряшова. А что это у нас в коробках? Кофект свежемороженный. Дата 16.02. Написано термин сберегания. Сегодня 24 февраля. Неужели эта рыба просрочена? Вот девушка идет. Девушка, вы мне поможете, пожалуйста? Спасибо. Здравствуйте. Меня Наталья зовут, а вас как? Меня Татьяна зовут. Татьяна, очень приятно. Здесь написано термин сберегания до 21.10.16.02.16. Это было неделю назад. Она просрочена? Это 16.02. Она простекирована. А где это написано? Тут написано термин сберегания. Что на самом деле это за дата, невидимо. Татьяна, я забираю одну упаковку. Пожалуйста, вот эти вот все упаковки снимите с продажи и разберитесь с вашим руководством и с поставщиком. Цикаво, яка рыбка попадется в дымо? Так, отдел живой рыбы. Лобстеры и устрицы. Лобстеры живые. Вода немутная. Если вы видите открытую устрицу в аквариуме, не пугайтесь. Это не значит, что она мертвая. Живая устрица тоже открывает створки. У карпа много места. Есть, где плавать вдоволь. Но карп в язвах и покусанный. Аппетитного мало. Вы стоите рядом. Скажите мне, как вы считаете, с ним все в порядке? Побед. Кем? Временем жизни? Нет, не жизни. Вы знаете, что его нельзя продавать в таком состоянии? Рыба должна быть без повреждений, без язв, без покусанных плавников. Но посмотрите, на нем уже завелась плесень или грибок. Вот смотрите, она рамена. А это одна рыба заражает всех остальных. И это проблема у многих. Это продавать нельзя. На возврат поставщик будет. Давайте на возврат. Он сейчас в торговом зале. Придут люди. А у вас на него еще, на этого карпа, акция. Был 54,90, стал 49,90. Придет пенсионер, увидит, захочет купить себе наконец-то рыбу и купит зараженного карпа. Ризикована экономия. Вот стерлядь выглядит очень хорошо. Вода в аквариуме прозрачная. В элитной рыбе элитные умовы. Идемте дальше. Здравствуйте. Как дела у вас? Наталья. У вас здесь только готовая рыба, да? Да. Это что у вас такое? Это печеночный торт. Из рыбы? Нет. Вы стойно сказали, что лишь рыба. У вас здесь только готовая рыба, да? Да. Вот печеночный торт. Он у вас когда сделан? Утром. 24,02, сегодняшняя дата, тут указана на ценнике. В какое время? Где-то часу 12. Вы точно не знаете? Да, часу где-то так. Эта информация обязательно должна быть указана или на ценнике, или на сутки. Чтобы вчасно списать. Где у вас лежит? Я поняла. Хорошо. Где лежит рыба? Вот смотрите, соседняя жареная рыба. Здесь 16,02 стоит дата. Рыба в 8 дней век засмажена? Это рыба вся выжаренная утром. Чему ж на ценнику инша дата? Когда к вам приходит покупатель, он должен видеть сразу информацию, когда вот эти блюда были приготовлены, когда всю эту рыбу зажарить. Ну, тогда. Доброе, что разумеете? Сверху у нас что тут лежит? Это гриль. Ставрида полуфабрикат. То есть есть дата и есть время. 24,02, это сегодняшнее число. И время. Так, и время. Все похвально. Вся рыба ваша, которая готовая, она должна после готовки сразу попадать в холодильник. Разбирайтесь с этим. А мы пока поглянем на мясный век дел. Вы же работаете и в мясном цехе еще. Ну, в данный момент, да. Давно так происходит? Нет, я просто так сегодня работаю. Вы знаете, Наташа, в чем проблема? В том, что здесь у вас сырое мясо. Сырое мясо содержит что? Массу паразитов. Ну, я свинине говорю. А вот там у вас готовая рыба, готовая к употреблению. И вы понимаете, что бактерии из мяса вы можете перенести на рыбу. Согласно. У вас обязательно должны быть разные продавцы. Один продавец работает с сырым мясом, другой продавец с готовой кулинарией. И на Акшеце порушение. Вот у вас тут объявление. Предлагаем вам бесплатную услугу приготовления фарша. Предлагаете? Да. Можно сделать и говяжий, и свиной фарш. Говядины у нас нет. Тогда давайте сделаем фарш из свинины, конечно. Идемте посмотрим, как его делают. Вы сами делаете? Нет. Мы идем делать фарш в мясной цех. Вы здесь оставляете, а потом вам выносят в зал. Да. А мы на это хотим посмотреть. Здравствуйте. Как зовут вас? Саша. Саша, вы собираетесь вот сейчас крутить фарш, да? Часто у вас это просят делать, нет? Да, бывает часто. Мясорубку вы вымыли предварительно, да? Она была вымыта. Сейчас переконаемся. Можно ее немного раскрутим? Поможете мне? Часто. Угу. Итак, мы достали самое главное сердцевину этой мясорубки. Достали мы это не просто так. Потому что мы собираемся сделать смыв со шнека. Я кирит дамо в лабораторию на анализы. Для того, чтобы сделать смыв, мне понадобится пробирка из нашей лаборатории. Внутри у нас питательная среда. Это мытая мясорубка. Но насколько она безопасна? Результаты анализа мы, как всегда, узнаем в страстях по ревизору. Смыв я сделал. Помещаю все назад в пробирку и отправляем ее в лабораторию. А теперь до фаршу. Вы режете на порционные куски. Так она не поместится. Саша, у вас сильно дрожат руки. Не надо так, а то еще палец себе отрежете. Чому хвилюетесь? А зачем вы ее разбираете сейчас еще раз повторно? Я ее сразу мыть. Так как после каждого раза? Да. А если много заказов на фарш? В любом случае мой ценный. Вы мне сделали фарш, его запаковали в блистер. Все делали в перчатках. Похвально. Идемте назад к продавцу в мясной отдел. Там мне должны приклеить стикер. Скажите, Надя, ой, Наташа, а вы ходите сами потом за фаршем? Или вам его приносим? Вам приносим. Ну, его вам принес я. А можно я взгляну на цене, который вы сделали? Дата, смотрите, 24 февраля сегодня в 17.46. А срок хранения не указан у вас. А мав би бути. А Наталья Кудряшова уже прямует до кассы. И вона подготовила для кассира невеличкую провокацию. Розервану купюру. Поглянемо, чи приймуть ее. Адже, согласно правил визначения платежности банкнот Национального банка Украины, кассир обязанно это сделать. Здравствуйте. Я вижу, вас Наталья зовут, да? Да. Меня тоже Наталья зовут. Вы сами. Тезки. 1098-44. А тепер, увага, на черзі провокація. Бежите 500. Я такой 500 не могу взять у вас. А почему? Ну, потому что накурвате. Ну, вы обязаны принять такое. Нет, не возьмете. Я могу вызвать старшего кассира, чтобы она сказала, но я такую на себя хоть бы брать не буду. Видите, пожалуйста, здесь 500 готова на ее. Почекаем у старшего. Здравствуйте. Я хочу рассчитаться вот такой купюрой. Меня ваш кассир Наталья не принимает ее. Ну, по закону мы имеем право ее принять, но у меня могут с нашим банком быть проблемы. А было уже такое? Были проблемы? Видите-ка, я сейчас вам расскажу. Они у нас изымают с выручки, с инкассацией. А потом вернули эти деньги только через месяц? Ну, вернули. В принципе, я должна принять по закону. Но, я говорю, как есть. Когда приходит покупатель, мы просим, чтобы такую купюру с своим паспортом сдали в банк. Ну, вы знаете, вы больше не просите их об этом. Купюра, на которой присутствует 55% неповрежденного места, она обязана быть принята кассиром. Пожалуйста, почитайте постановление Национального банка о таких купюрах. Там написано, как именно определять площадь повреждения купюры. Я могу расплатиться этой купюрой? Да. Хорошо, я тогда расплачиваюсь. Ты сейчас кто ваш? Угу. Спасибо за покупку. Приходите. Спасибо. От одного ряда можно спокойно подойти к другому с тележкой и никому не помешать. Видно, что полы чистые в магазине. За ними следят. Тележка тоже чистая, рукоятка чистая. Аж аккуратная. Давайте посмотрим на молочную продукцию. Сливочного масла очень много. Вот оно все выложено. Возьмем первое попавшееся. Когда сделано 28 января 2016 года. Сегодня у нас 24 февраля. Масло можно хранить при температуре от 0 до минус 5 и не более 30 дней. Давайте измерим температуру этого масла. Я открою упаковку. Масло я потом куплю. Так у нас будет более точное измерение. Температура у этого масла 6,3 градуса Цельсия. Самая высокая температура, при которой это масло может храниться, это 0 градусов. Масло можно хранить при температуре от 0 до минус 5 и не более 30 дней. Вот со всем этим маслом здесь такая беда. От 0 до 5 градусов. Да. До минус 5. Нет. От 0 до 5 градусов. Но сейчас я вам лупаю. А мне не надо приносить луповую. Я все вижу. От 0 до минус 5. От 0 до 5 градусов. Это минус, слово вы видите. Просто там слово минус написано. Там даже не значок, а слово минус. Практически все сливочное масло не может продаваться. Вы видели теперь? Треба быть важнейшими. Перепроверяйте весь этот стеллаж и разбирайтесь с маслом. А теперь до вы сновки. Впервые в Ревизоре мы проверили рыбный супермаркет. Экстерьер. Магазин «Рыбный мир. Океания» находится в Днепре по адресу Сечеславская набережная, 31А. Интерьер. Красивый, светлый магазин. Торговый зал небольшой, но в нем просторно. Совершать покупки удобно. Обслуживания. Продавцов, консультантов в отделах мало. Один человек вынужден обслуживать. И кулинарный отдел, и отдел сырого мяса. А это нарушение санитарных норм. Чистота. В служебных помещениях магазина чисто. В зале видно, что убирают безопасность. Океания – удивительный магазин. Нарушений в цехах не очень много. Но вам надо обратить внимание на товарное соседство в складских помещениях, особенно в кулинарии. Нельзя хранить готовые продукты на прилавке. Весь скоропорт должен быть в холодильниках. Масло у вас хранится при температуре выше допустимой. И я надеюсь, что вы разберетесь с холодильниками. Карпы в аквариуме имеют нетоварный вид. Они битые и больные. Надеюсь, вы их спишите, как и обещали. А остальные находки в зале прокомментирует Наталья Кудряшова. Сегодня в рыбном маркете «Океания» у меня действительно большой улов. Здесь просрочка на сумму 1098 гривен. Сразу при входе в магазин я нашла просроченные орехи. Эти упаковки должны были списать еще в прошлом году. А еще я нашла 23 упаковки соков на месяц просроченных. Вот они. На этой упаковке с рыбой есть единственная дата. И она на стикере магазина. 16 февраля. Здесь написано, что это термин сберегания. По версии консультанта магазина это дата распасовки. Никаких дат от поставщика на этой упаковке нет. Только стикер магазина. Поэтому настоящий возраст этого хека неизвестен. На кассе я попыталась расплатиться поврежденной купюрой. Кассир отказалась брать такие деньги. Но посовещавшись с руководителем, она все же приняла их. Уважаемые покупатели, кассиры в супермаркетах обязаны принимать испорченные купюры, если площадь повреждения не более 45%. Вадим. Спасибо, Наташа. Вы хотели что-то сказать? Хек просто, да, это упущение. Вот на ящике есть непосредственно на том ящике. Просто от поставщика приходят. И обязаны просто-напросто были наши продавцы-консультанты. Аннотацию на украинском языке добавить в ручную. Вся эта информация обязательно должна быть в зале. Она должна быть указана на каждой упаковке. И вам следует обратить на это внимание. Именно поэтому мы у вас и работали все это время вместе с вами. Вы необычный супермаркет. Видно, что вам не безразличен ваш магазин. Но просрочка – это серьезное нарушение. Давайте поступим так. Вы выслушали все наши комментарии. И вы понимаете, что по результатам этой ревизии рекомендовать ваш магазин я не могу. Но! Наша программа оставляет за собой право вернуться к вам еще раз. И я надеюсь, что нам с вами в следующий раз повезет больше. Вы все исправите? Да, конечно, исправим. До свидания. До свидания. Під час ревизии Дніпра команда помітила дуже велику кількість пабел. Тож не переверити один з них вона не могла. Під працилом пивна на титова. Вы хотите вернуться в старые добрые времена страны советов? Хотите выпить неразбавленного пива, водки и коньячку? Тогда вам прямая дорога в эту пивную. Такого дивного колорита вы не найдете нигде в Нихопетровске. Живу по соседству. Очень раздражает контингент. Много невменяемых и скандальных личностей. Особенно по вечерам. Собираемся здесь с друзьями уже много лет. Комфортно и всем по карману. Нам нравится все. Это пивная на титовах. Говорят, место серьезное, строгое. И мы приехали, конечно же, на ревизию. Запах сразу такой. Пахнет подвалом, картошкой, морковкой. Ну, как всегда, воняет подвалы с сыростью. Люди отдыхают вижим. А ревизор працюет. Тоже на кухню. Запах, конечно, такой подвальный стоит. От него никуда не деться. Он и на входе сразу, и здесь. Что? Сюрприз? Что ты руками берешь? Да, подожди, пусть стоит. Нифига себе. Это руками стыкает. Это называется первое впечатление. Перша ведра за. Прямо на весах, на кухне, на которых взвешивают хлеб, стоит ловушка, забитая тараканами. Вон таракан еще один пытается вырваться. Вон он, живой. Я думаю, если тараканы есть ловушки, значит, они живут. Например, за этим холодильником. Вон они. Дохлые. Здесь частые потопы. Не только тараканы, но и потопы. Смотрите, вся пластиковая вагонка пошла волной. Прямо волной. С гнилью и грязью. Вот оно везде. Раз такое дело, мы зашли на кухню, увидели тараканов. Давайте сразу их и поищем, где они тут живут. Тоже тараканы? Они тут бегают везде. Их тут раз ногой, два ногой. Ну что, пришел на плиту, поставил грязную сковородку. Плита-то, смотрите, вся грязная. Такая плита, такие конфорки. Поставил, тут таракан бежит. И раз, одного, два, второго, третьего. Та прибраты тела никто и не думает. Мусорное ведро, забитое доверху. Пластиковые бутылки. Лук. А це все приманка для высочив. Посмотрите на это. На вот эту клею. Бруднюща та старюща. Что закрывает клеенка? Миски и сито. Обычные домашние, эмалированные. Эмаль отбилась. Від старости. Под кастрюлями еще одна клеенка. И она тоже грязная и замызганная. А под ней какие-то куски ДСП. Вони гниють. И полк. Он тоже грязный. Поглянемо на плиту. Эмаль отскочила. Все залито жиром. А под духовкой? Тут любят жить тараканы. Давайте посмотрим. Нет, тараканов нет. Только шампур для гриля. Но внизу старый жир протек и остался. Никто не моет. Посмотрим вытяжку. Ой-ой. Этому жиру столетия. Там оно все залеплено этим говном. Бредота. Розетки засижены тараканами. Пси у бруди. Посмотрим микроволнов. Микроволновка тоже любимое место у тараканов. Они любят тепло. Я не буду заглядывать внутрь. Я просто ее разверну. Есть вторая ловушка. И тоже залепленная тараканами. Место действительно прикормлено. Они там не все мертвые. Да, они его носами шевелят еще. Вот. Вот он сидит и шевелит носами. Нещодавно набегли. Написано прилипный гарантован. Честно, ну реально, прилипный гарантован. Конечно, прилипный. С тараканами здесь борются. Как могут. Расставляют ловушки с ядом на кухне. А когда они помогают ловушке, когда они забиваются тараканами выше крыши, то повара принимают сердечные капли. Вот они стоят. Пришла, посмотрела на тараканов. Накапала себе 42 капли. И за упокой. Тараканов. Святое дело. Сахар в кульках. Один кульок сахаром вообще не закрыт. А ведь сахар – это самое любимое лакомство у тараканов. Они его всегда жрут. А тут начи специально подготовывают. Сигарет моря. Часто облезлые расчески. Это кухня, напоминаю. Называется пивная на Тито. В Днепропетровске. Наверху на холодильнике тоже сигареты. Не только сердечные капли пьют, они еще и курят. Стресс у на Тито и кухни лучше быть, высточая. И теперь микроволновка внутри. Она видна, что новая. Поддон не сильно грязный. И микроволновка внутри чистая. Заглянем на мойку. Разделочная доска на мойке. Доска гниет. Черная с одной стороны, черная с другой. Посмотрите на нее. Такой доской пользуется. Овочи и хлебчик гнылю приправлять. Из раковины. Воняет остатками еды. Оно там остается, плохо смывают. Тем более, что это подвал. Оно, видимо, в колене застряло. Бонька руче адская. Воняет канализацией. Из раковины на кухне. Мытый посуд. И с душком будет. Давайте перед тем, как я загляну в холодильники, мы возьмем нашу ревизионную камеру и посмотрим, кто живет под ними. С Богом. О, это тушка таракана. Дохлая. Еще одна тушка таракана. Засохшая чучела уже. Фу, какая грязь. Пойдем сюда глубже. Ой-ой-ой-ой. Тонны грязи. Под холодильниками только дохлые тараканы и гора грязи. Живых нет. Вадик, да они разбегаются от света. А сейчас я залезу вот сюда, за пластиковую вагонку. Посмотрим, что здесь. Там вот тараканы тоже могут жить. Но я вижу только грибок и мусор, паутину. Это ты в соседнее помещение уже долез? Да, я тогда до следующего дома дойду. Что это? Это паутинка, в которую нападали крошки и мусор. Фу. Давайте попробуем это двинуть в холодильник. Раптом там тарганы заховалися. Ёй. Господи, что это под ним? Тут, наверное, было наводнение. Тут было не наводнение, а пи***. И землетрясение. И что еще? И пожар. Все стихийные беды сразу произошли. Стоять. Старый, ржавый, разваливающийся на части холодильник. Задвинут в угол, и он еле стоит. На каких-то прогнивших деревяшках. Теперь посмотрим, что у него внутри. Морозилка. Не густо. Да что такое вообще? Кто это вообще тут лежит? И зачем он здесь лежит? Это скелеты и хвосты селенок. Знаете, как хребты рыб отпечатываются в мели, и потом находят геологи. Вот так я почувствовал себя геологом в Днепропетровске, в пивной на титулу. А кто знает, сколько воно уже тут лежит? Фу, как они воняют. Внутри холодильника. Черт знает что. Холодильник ужасный. Сер, полки, ржавые. Что в этих ведрах? А тут опять плавает селедка. Ходовое блюдо. У селедки карьерный рост. Начинает она в холодильнике в грязной мутной воде, а заканчивает она хребтом в морозилке. Весь холодильник в грибке, в грязи и ржавый. Второй холодильник, смотрим. Никаких стикеров. Тут и блины, и торты, и сыр, яйца. В холодильнике беспорядок, стикеров никаких нет. Тут все понятно. На кухне я насмотрелся, выше крыши. Полный трындец. И горы тараканов. Пойду в зал. Бай-бай, мёгкие тараканы. Ой, а что происходит? Ревизора потайки снимают? Что случилось? Я просто хотел посмотреть. Мне просто интересно было, я простой посетитель. Как вас зовут? Меня зовут Анатолий. Очень приятно, Анатолий. Я смотрю вашу передачу. Мы очень рады, Анатолий. Но вы сюда часто? Я хотел посмотреть, как снимается ваша передача. А вы что в эфире посмотрите, Анатолий? На кухню листы не обовязково. Я просто загляну. Анатолий, я не владелец, и вы не имеете права туда заходить, на кухню. Вы не имеете, у вас нет документов. А вы владелец, спрашивали разрешение? Мне не нужно спрашивать, я журналист при задании. Вы здесь едите? Ну, я сюда захожу. Отже, не ести? Анатолий, у вас еще вопросы какие-то есть? У меня не было вопросов. А, ну хорошо. Я просто хотел посмотреть и все. Вы посмотрите все. Понедельник, в 7 часов вечера на новом канале, как и вся страна. И поверьте, ажиотаж вы там увидите. Спасибо. Пожалуйста. Я хотел просто сравнить. Повертаемся до ревизии. Ну, а теперь я вам покажу интерьер пивной на Титова в Днепропетровске. Интерьер типичный. Смотрите, деревянная мебель, побитая жизнью. Очень много ожогов на каждой деревяшке на этом столе. Что, тут курят? Раньше курили. Пол невероятно грязный. Живачки под столом есть? Конечно же, есть. С прибиранием в пивни беда. А столы и стулья так ездят вдоль стенки, что уже протирают старую пластиковую вагонку. Висит большой кондиционер. На нем сверху гора пыли. Там вообще никто не убирает. Если вы не пьете и случайно зашли в пивную на Титова, можете разве что телевизор смотреть. И винтаж полюкаю припал. На телевизоре тоже пыль. На холодильниках с напитками давайте глянем. Горы пыли. Тут реально грязно. Грязно везде. И на кухне, и в зале. В любом случае наливайка-наливайка. Залов пивной на Титова несколько. И вот я во втором зале. Интерьер аналогичный. Деревянная мебель, пластиковая вагонка, низкий потолок. На этих столах вырезают слова. Тут пытаются увековечить себя в истории. Если школьники на партах сидят, рисуют ручкой, летом их заставляют парты заново красить или надписи сдирать прямо после уроков, то в пивной на Титова приходят и высорапывают надписи ножом. Часть из них неприличных и читать даже не буду. Идемте по моему руки. А где у вас туалет? Идемте. Это вот этот туалет, так в него уже кто-то давно сходил. Вот вода стоит. Ну вода стоит, это сейчас надо сантехника вызывать. Только сейчас, а раньше про это подумать, нет. Туалет, извините, тут никто не сходит. В туалете стоит вода. Если еще раз слить, будет Ниагарский водопад в Днепропетровске. Я такого еще не видел. Крышки, сидения на унитазе нет. Тут нужно зависать над ним. Кто-то уже завис. И неодноразово, кажется. Вместо Ерша используют кухонную щетку. Нужно наклоняться надо. Она вся грязная, замызганная и старая. Наклоняться туда не могу, я не буду. В ведре очень много бумажек. Хотя пакет тут одноразовый есть. И пакет поменяли на унитаз, однако внимания не обратили. Вода уже стоит под завязку, но он так и стоит. Кран всего один. И пляшет. Тут с ним можно уйти. Вода холодная, мыло многоразового пользования. Грязная мыльница. Мылить я таким не буду. Полотенце тоже. Одно на всех вафельное. И антисанитария тоже одна на всех. Одноразовых полотенец нет. Нормального мыла нет. Сходить в этом туалете нельзя. В нем некуда сходить. И сюда ходить не надо. Вот не надо. Таракан, 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 таракан. Вже не дивуя. Зробим о замовлення. Вы работаете. Вы официант. Нет, группа тогда не снимает его. Я шоку. Ну почему? Почему порнозвезда? Не надо меня снимать, пожалуйста. А что, снимают только порнозвезд? Да. Нет, давайте, я хочу у вас сделать заказ. Вы шикарная звезда. Я попросила, не надо меня снимать. Поделайте свой заказ, делайте. Дякую ему за послугу. Цены. Блинчики с мясом 6 гривен порция. Соление 15 гривен. Сельд под шубой 16 гривен. Есть бутерброды. Бутерброд с селедкой 6 гривен. Бутерброд с сыром 6 гривен. Вторые блюда. Сковородка из свинины 30 гривен. Горшочек по-домашнему с грибами и курицей 18 гривен. Эспрессо нету, да? Нету. Есть только растворимый кофе за 6 гривен. А цены на алкоголь где-то можно посмотреть? Ну вот я вижу здесь. Нельзя, потому что директор его привезет только завтра. Цены поменялись на алкоголь. Тобто сколько заманается вам, столько и скажете? Меню есть с печатью и с подписью бухгалтера. Покажите? Нет, оно должно быть сейчас. Без меню, без прескуранта на алкоголь вы можете лишиться лицензии. До замовлення. Мне нужно водки 200. Бо что ж в таком закладе еще замовите? И сколько с меня тогда будет? Адже цин немае. 30 гривен. Чек можно, да, сделать? Конечно, да. Мой чек за 200 грамм водки 30 гривен. Скажите, а карточкой у вас можно рассчитаться? Можно. Моя карточка? А кто в основном приходит? Кто у вас гости? Вы не видели наш контейнент? Заходят в основном вдохновиться, да? По 100 грамм? Да. Давно работает пивная на 100? Ну, я не знаю, я недавно. Вы сколько? Ну, второй год. Ну, два года, это же серьезно. Ну, а так как сколько она работает, откуда-нибудь. Ну, выглядит так, что и она видала виды. Да, это лет 20. Потому что так как от клиентов слышу, давно очень. Есть постоянные. А что вы с ними делаете? Я не понимаю. Что, приходится выносить некоторых? Бывает. Бывает? Да. Яка ведь чайдушна работа. Теперь вернемся к алкоголю. Вы наливали в мерный стакан. Можно я на ваш мерный стакан глянусь? Хорошо, пожалуйста. Вы его заклеили скотчем, потому что что? Он бьется. Мы уже какой раз покупаем их. Та на цей раз вы решили перестраховаться? У мерного стакана обязательно должен быть паспорт. Есть. Есть? Покажете? Пожалуйста. Паспорт на стакан мерный. Именно на этот, да? Когда его покупали 18 декабря 2012 года. Так что же часто бьется? Если с 2012 года. Мы начали заклеивать, и все, и они перестали биться. А так вот мы часто до этого покупали. Вас не смущает цвет этого скотча? Смущает. Смущает. Знаете, что это? Грязь. Ее здесь много. И она может потрапить комусь в чарку. Мы сейчас проведем эксперимент и проверим, точный ли у вас мерный стакан. Переверима на нашему, Відкаліброванному. Я заказал 200 миллилитров водки. Мне нужно водки 200. Пивной на Титово в Днепропетровске. Сейчас узнаем, доливают ли здесь. Тут даже больше водки 225 миллилитров. Мы только что убедились в том, что водки тут доливают. Навіть переливают. Так, ну что, с водкой мы у вас разобрались. Это старая заброшенная кухня. Тут что-то еще и растет. Это трава. Оце так несподіванка. Впервые в ревизоре заброшенная кухня в Днепропетровске. В подвале. Растет трава. Вообще без света. И поэтому она еле-еле желтого цвета. Вадик, посмотри. Это кухня-призрак. Вытяжка заброшенная старая. Осталась только труба. И то видно, что вся залившая жиром. Реально вытяжка-призрак. Все в паутине такое замотанное. Хочешь фильмы жахер снимай. Смотрите, а из раковины сделали пепельницу. Это курилка теперь. Курить в подвале пожароопасно. Тут везде пластиковая вагонка, старая рухлядь. Оно вспыхнет моментально и сгорит весь дом. А ведь наверху жилой дом. Теперь ревизор побачил все. И готовый до выясновки. Это была пивная на Титово 17 Днепр. Делать выводы по шести пунктам не имеет смысла. Мы пришли, чтобы показать, каким общепит быть не должен. Здесь чудовищная грязь, вонь и антисанитария. А еще пивная на Титово находится в подвале жилого дома. И жизнь, и спокойствие жильцов, пока пивная работает, подвергаются опасности. Ревизор категорически не рекомендует пивную на Титово 17. Готель Минора. Розташованный у сердца Днепра в одноименном еврейском центре. До речи, наибольшем в Украине. У будивля розташована еще и синагога. Тому таке уникальное место в Днепре омануть команда ревизора не смогла. Превосходный отель. Очень чисто, красиво и уютно. Для себя поставил его на первое место в Днепре. Завтраки вкусные, но однообразные. Мы были два дня, и меню не менялось. Отлично было все. От профессионального персонала до полотенец в ванной. Очень чисто, продумано, уютно. Идемте на ревизию. Ого. Огромный вообще такой холл. А вот написано отель Минора. Нам сюда. Вас зовут Ксения, я все вижу на бейджах. Я Вадим Абрамов, я ревизор. Очень приятно. Мне тоже очень приятно, Ксения. Или шалом у вас чаще говорят? Нет, шалом только по пятницу. Это шаббат. Шалом шаббат. Вы говорите на еврейском языке? Нет. Приемное для еврейского готеля. Что такое Минора? Минора – это синесвечник на еврейском. Ксения? Да. Сколько стоят номера у вас? Вот у нас есть номер. Обычная категория 1340 гривен. Это стандарт классик 74 номера. Каждый номер стоит 1340 гривен для одного человека. Для двоих – 1600. Самый дорогой номер – это президентский люкс. Он стоит 4880 гривен. Только, извините, поправочка. У нас есть президентский люкс на долгосрочную аренду. К вам президент какой-то приехал? Это секретная информация, извините. Одного президента, вы знаете, давно ищут. Сбежавшего. Не он? Не знаю. Мы информацию о гостях не раздаем. Простите. Це тишить. Много вообще гостей сейчас живет. Наверное, это целый отец. Давно скученый президентский, але номер Е. Наш тайный покупатель уже был в отеле Минора и оплатил номера. Хорошо. Видите, как хорошо. У нас сегодня даже не один номер, а два, потому что в одном номере буду проводить ревизию я вместе с Аней, во втором номере будет находиться вся наша команда. Где лифты? Господи, пожалуйста, любой из этих лифтов в Швейцар вас проведет. Спасибо большое всем. До скорых встреч. До очень скорых встреч. Вы давно здесь работаете? Пожалуйста. Почти полгода. Нравится? Очень. Что нужно делать? Нужно всероссийскому помогать клиентам. А, подождите, а нужно вот так, да, подносить ключ? Да, да. У коридор так просто не зайти. Она срабатывает. Мы не посторонние, заходим. Тогда пойду к себе в номер, вам спасибо большое. Так у меня в руках два ключа, от 605 и от 606 номеров. В одном номере буду проводить ревизию я вместе с Аней, и во втором номере будет находиться вся наша команда. Какой пойдем? Давайте сделаем так. Мы хочешься вырешить выпадковесть. Давай достанем одну карточку. Какая сработает, тот номер и проверю. 605. Ого! Он большой. Я напоминаю, что мы находимся не в стандартном отеле. Это четырехзвездочный отель «Минора» в Днепре. И отель в еврейском крупном центре. Проверю чистоту стула. Между подушкой стула и спинкой нашел немного крошек. Обивка чистая. Смелыву можно седать. Это дамский туалетный столик. Он чистый. Выдвижной ящик. Чистый. Лампа. Лампа работает на зеркале. Чистого пыли нет? Аж нудно. Давайте посмотрим. Что тут с подоконником? Тюль. Тюль чистый. Никаких пятен. Ни разводов нет. Штора на липучке. Так можно, знаешь, как пульс мерить. Давление. Ну давление, пульс. Пограем у ликаря. Покачайте кулачок. Ну давай, проникай у меня пульс. Ой, это сердце биться не переставало. Дышите. Так, штора, как я понимаю, без блайнд-эффекта. Это видно вот сразу. Все просвечивается. Прокинетеся с першими проминчиками. Давайте выглянем в окно. А окно вообще не открывается. Заломалося? Так и должно быть. Это же шестой этаж. На высоких этажах окна, и это нормальная практика, не должны открываться. Для безопасности, понимаешь? Действительно, чтобы никто не выпал. Не выпал ребенок. Вы туда не полезли. Домашние животные. Домашние животные, с которыми мы часто ездим. Хомячок ручной, в конце концов. Вдруг решит сброситься. У меня в детстве четыре хомяка сбросилось с балкона. Один за другим. Не знаете, как плакал? Как тебе подоконники? Подоконники массивные. Под подоконниками батареи запрятаны. А вот на батарее я нашел пыль. Витровизор она скувалась. Слушай, у меня вообще батарея холодная. Сиди. И эта батарея холодная. Оно мне тепло. Тут есть термостат какой-то. Оно вроде бы тут теплое, но тут холодное. Но батарея есть, но вообще она не греет. Работать свою работу тышком-нышком. Проверим ножку стола. На ножке стола я пыль нашел. Такой кофейный стол. Знаешь, как кофейник. Он чистый. Никаких пятен нет. Кавролин. Чист. Нема где разгулятися, Ревизоро. Такой футуристический торшер. Какой-то подтек. Прихована прикрест. Тут, между прочим, смотрите. Два кресла, один стул. Кофейный столик. Туалетный столик. Письменный стол еще есть. Идем сядем. Мусорное ведро. Я смотрю, стоит. Ведро новое, аккуратное. Пакет поменяли. Набор для шитья. Турботлево. Такой талмуд. Уручка есть. Есть что на память про губеты? Информация о проживании, цены. Конверт есть. На. Напишешь бабушке. Класс. Я знала, что ты вспомнишь. Минора-отель. Бабушка порадуется. Большое спасибо. Я к малу потребна для счастья. Стоит бутылка бесплатной газировки. Два стакана. Ну, оба стакана. Отпечатков никаких ни пальцев, ни губ нет. И два бакала для шампанского. Вадик, самое время проверить мини-бар. Мини-бар есть. На мини-баре сверху чисто. В мини-баре водка. Одна бутылка вина красного. И бутылка вина белого. И вино кошерное. Адже мы все ж таки в еврейском отеле. Телевизор. Давайте проверим его. Спасибо. Пульт чистый. Посмотрим, что показывает. Спасибо, ты мне кресло подготовила? Да. Так, смотрим, где новый канал? Я что-то нового канала не нахожу. Это я не нахожу, а ты не видишь. Есть. Есть, 17 канал. Ну, фух. Улюбленную программу в миноре не пропустишь. Покрывало. Цвет называется такой бордо. Покрывало чистое. С обратной стороны Аня на любимый цвет. Да что ж такое? Цвет императрицы. О, это приятно. Вот черевички. Смотри, под цвет. Не, мов, знала? Наволочка. Чистое. Постельный комплект полосатый. Такое белье часто встречается в отелях. Это профессиональное белье. Так, на подушке. Два волоса. Плям-то розбодил не выявлено. Пододеяльник. Чистый. Одеяло тонкое, демисезонное. Почти летнее. А у нас февраль на дворе. Но деяло чистое. Да и в номере тепло. Простыня чистая. Интересно, есть ли на матрасник в отеле Минора? Есть! А что-то на нем есть. Есть одно небольшое пятно. Но пятно такое. Его стирали, выводили. Вот еще одно пятно. Одно светло-желтое. Второе. Тоже светло-желтое. Чи есть маленькие неприемности? Снимаем на матрасник. Смотрите, такой. Оборачивает матрас целиком. Чтобы защищать его. Матрас нежно-голубого цвета. Чистый. С обратной стороны матрас чистый. Основа для кровати тоже, смотрите. И без пятен, и без мусора, и без разводов. Никто конфетные обертки не запихивает под матрас. Семечки не грызет в номере. Ведь почувают без заполова. Номер большой. Тут даже можно кровать поставить в коридоре. Если вдруг вы переживаете, что к вам ночью кто-нибудь зайдет, вы вытаскиваете сюда кровать, подпираете дверь и спите вот так. Все, чтобы никто не пришел. А вдруг зайдут, вдруг унесут все. И вас за компания. Под кроватью что-то похожее на рисовое зернышко. Все. Ни одной конфеты нет. Ни обертки, ни швачки, ничего. Да хорошо, конечно, что горничную убирают исправно. Я и кровать возвращаемся назад. Ты сильный. Спасибо, дорогая. Ты наконец-то оценила. А я почти закончила бабульке письмо. Конверт есть. На. Напишешь бабушке, бабушка порадуется. Еще два слова, и все, я отправляю. Пишите, пишите. А ведь право, мовкин, сирвизи. На втором зеркале в прихожей тоже пыли нет. Зеркало, кстати, в полный рост. Себе видно превосходно. Ну ничего, еще так, к концу рабочего дня даже еще и ничего выгляжу. Кто бы еще похвалил. Есть табличка «Не беспокоить» и «Беспокоить». В смысле, прошу убрать. Написано на английском и на украинском. На еврейском надписи нет. Дивно, адже это еврейский готель. Тумба для чемодана стоит сразу в прихожей. И тумба чистая. Пульт управления кондиционером. Встроенным кондиционером. Температура 22 градуса. Вот поэтому мне тепло. По-проте, что батареи холоднее. Слушай, у меня вообще батарея холодная. Сиди. И эта батарея холодная. В номере тепло. А теперь давайте заглянем внутрь вентиляции. Что там живет? У нас есть наша ревизионная камера. Доберешься? Эта камера доберется, не я. Так, это вверх. Вижу цифры. Три, восемь, два. Вижу цифры, не вижу никакой ни пыли, ни грязи. Реально. Вентиляция. Чисто. Вот только на решетке пыль. У каждого свои нюансы. На шкафу. На шкафу есть пыль. Не дотягнулась? На полке для головных уборов. Чисто. Вешалок много. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Десять вешалок. Великолепно вообще. И еще на входе написано «Шаббат». Шаббат – это такой день, когда ни один еврей не ездит на общественном транспорте, не пользуется лифтом, не включает, не выключает свет и даже не разводит огонь и не готовит еду. В отеле в этом режим «Шаббат» – это что? Лифт ездит между этажами. Открыл двери, кто-то вышел, заскочил или выскочил, лифт поехал дальше. Свет будет выключаться автоматически в номере. То есть вы не будете ничего делать. Якобы соблюдать «Шаббат». Но круто, что это есть в этом отеле. А теперь проверим санузел. Иди проверяй мини-косметику. Окей. А мини-косметика есть. Я хотела красиво показать на подставке, как ее заботливо разложили, весь набор. Все развалилось. В миноре есть шампунь, кондиционер для волос и гель для душа. Это не саше, это одноразовые тюбики, очень удобные. Мне, на мою длину, такого хватит на 3-4 раза мытье. А в отелях с четырьмя звездами их меняют каждый день. Можно экономить и уехать с полной косметичкой мини-косметикой. Дужа практична. Еще здесь есть косметический набор. Фатные диски, ватные палочки. Все брендировано, везде название отеля. Шапка для душа, просто она на какую-то огромную голову. Ее можно не только на голову надеть. Потому что приедет... Женочка из зачискаю. Сейчас мы на тебя наденем, у тебя как раз прическа и хорошая. Только не испорти, пожалуйста. Потому что я сегодня прической очень довольна. Ой, я тебя не слышу. Посмотри. Ты знаешь, на кого сейчас похожа? На французскую. На фанниардан чем-то. Я не знаю чем. Что такое французская. С меня косметикой разобрались. Оглянемо ванну-кімнату. Ванна небольшая, но очень светлая. А если еще светло увимкнуто? О! Так же лучше стало. Зеркало огромное. Все отполировано. Мусорное ведро. Пакет поменяли. Давайте посчитаем полотенце. Одно лежит на столешнице. Это полотенце для лица. Хватает. Да, слава богу, не разожрал ли аху. Хватает. Полотенце для рук. Полотенце чистое. Одно и второе. Тут прямо над Андреем беру. Третье полотенце. Для рук. Еще одно. Чистое. Это у кого много рук? Четвертое полотенце банное. О, наконец-то мой любимый размер банного полотенца. Огромное банное полотенце. Оно тоже чистое и белое. Это четверка и пятое полотенце на полу с пятками. Полотенце для ног. Чистое. Халат. Чистый. Проверим размер. Прямо надену вот на пиджак. Чтобы проверить размер. И этот халат большой. Ну, тримайтесь. Белый пояс. А вы не думаете, что я один раз могу ей ответить? У меня все лишь белый пояс. У вас черная камера. Тому краще разойтись мирно. Полотенце сушитель. Работает. Горячо. Отполировано. Электрически. Ключом. Полка для полотенца. Хромированное и наполировано, как пасхальное яйцо. Открываем душ. Два душа. Целых два душа. Мало точно не будет. Первая головка душа. На ней начинает собираться известь. А это плохой знак. Включаю. Душ работает. Смесители все наполированы. Горячая вода идет сразу. А это шестой этаж. Воду ждать не надо. Второй душ. О, верхний. Смотрите, с потолка прям дождь идет. И летней ночью думай обо мне. И летней ночью думай. Помнишь, когда бедный хор все время пел? И летней ночью думай обо мне. И летней ночью думай обо мне. Давайте разберем унитаз. Нет, в смысле, разбирать мы его не будем. Мы его проверим. На нем лежит лента. Дезинфекция была. Давайте проверим. Унитаз встроенный. У него две кнопки. Кнопки отполированы. Крышка унитаза чистая. Ободок блестит. Под ободком все чисто. Сам унитаз чистый, без подтеков, без разводов. Прям как в магазине. Унитаз нам. Выставковый экземпляр. Сливает хорошо. А йорш? Ну так вроде как бы и ничего. Вот так смотрит. А потом она такая... И замечаешь черную точку. Можно сказать, это родинка у него. Брутная неприемна. Дрюша даже за мной схватается там. Думаю, он уже покраснел весь. Бедолага. А мог бы уже и загартуватись від такого. Туалетная бумага белая, мягкая. Большой новый рулон. Отдыхайте сколько хотите. Ну что, самое время еще вымыть руки. Смеситель чистый. Кран чистый. Мыть руки одне задоволен я. И по-моему тут еще подогрев пола. Андрей, тебе жарко на полу или нет? Ну да, я не подогреваю. Наша команда такое видит впервые. Не экономят электроэнергию. Правда теплый, а давай проверим. Давай. Так, у меня в руках пирометр. Мерим обычную плитку. Сколько тут? 25,9. Клитка на полу? 33,5 градуса. О, а тут теплее. 34,4. Пол действительно теплый. Из душа, как из моря на горячую гальку. Ванная светлая, просторная и чистая. Так, я все, я снимаю халат. И как бы намекаю вам, не пора ли вам в суэты, я останусь в этом. Кровать застилю. Лягу спать. Спокойной ночи. Пойдем, мальчишки. Это что такое? Серега, пока. Давай. И шалом вашему дому. Спокойной вам такие ночи. Мазалка. Ну вот, наконец-то я остался один. Застилю постель. Надо как-то перевести номер в порядок. Так, ну а теперь я пойду переодеваться. И буду ложиться спать. Хорошо переодеться в халат. Приятно. Сразу чувствуешь себя человеком. Но я буду ложиться спать. А с вами мы увидимся завтра. Спокойной ночи. Чао. Добрый, Эл. Я не знаю, как спал. Царь Соломон, он, говорят, был умный и мудрый мужчина. Но мне кажется, что у него была великолепная постель. Очень большая, мягкая и комфортная. Вот здесь такая же. Шторы закрыты, но свет все равно в номере есть. Такой, желтовато-коричневый. Посмотрим, что на самом деле. Вид из окна очень похоже на Америку. Небоскребы торчат. Для любителей архитектуры есть куда деть глаз. Все красиво, оформленные площадки. Прямо под окнами дальше стоят небоскребы. В общем, красота. Не знаю, мне нравится. А теперь буду одеваться и пойдем на завтрак. Вчера Аня написала письмо бабушке. Конверт есть. На. Напишешь бабушке, бабушка порадуется. Большое спасибо. Прошу на ресепшене письмо-то и отправить. Доброе утро. О, доброе утро. Идем. Заходи. Первый этаж. Поехали. Так, идем. Скажите, у вас можно отправить письмо? У нас Аня написала письмо бабушке. Письмо? Да. Мы можем отправить письмо на почту. Это делает у нас наш секретарь. То есть обычной почтой, если можно отправить. Хорошо. Да? Не нужно что-то заплатить за это? Нет, конечно. Хорошо, спасибо вам большое. До свидания. До свидания. А теперь час не даты. Доброе утро. Походите, пожалуйста. Я вас часто смотрю. Доброе утро. Малко, когда он не знал. Но мы прямоем до кухни. Здравствуйте. Кто тут главный сегодня или главный? Главный за продуктами пошел. Значит, кухня пока без хозяина, да, получается? Давайте посмотрим у вас. Полки. Все пустые и полки чистые. Плита чистая. И руки у плиты тоже. Внизу стоят сковородки. Так, на сковородке надо дымовать. Первое неприемное впечатление. Здравствуйте. Как зовут вас? Павел. Лучше? Ну, да. Так, Павел, давайте посмотрим на вытяжку. Ну, как часто мы ее моем? Каждый день. Вытяжки вот этого жира всего быть не должно. Ничего криминального. Никакого крупного страшного жира здесь нет. Просто пыль будет. Ну, так и пыли здесь быть не должно. Внизу же готовится еда. Хорошо берем. Так, посмотрим, что в морозилке на нижней полке. Брауни. Брауни. Стикеры 25 числа, сегодняшний. Все стикеры сегодняшние? Это заготовки на выпечку, да? Ну, тут все в порядке, все накрыто, и стикеры есть везде. Спасибо, что показали кухню. Теперь пойдем у вас съесть. У нас впервые в ревизоре, кстати, будет кошерный завтрак. А кто это за нами спостерегает? Здравствуйте, меня зовут Вадим Абрамов. Здравствуйте, меня зовут Мария. Чем вы здесь занимаетесь? Я заведую. Дело в том, что у нас необычная, говорится, вообще ресторан необычная. Необычная? Что в нем необычная? Нет, соответственно, необычная, потому что она кошерная. Соответственно, кошерным правилам, то есть то, что... предписано еврейским законом. И вы за этим следите? Да, я. И как следите? Обязаю сейчас за кошерность. И как следите? Ну, все кошерное у нас. Все у вас кошерное. Всподеваемость еще и смачно. Бывает, приходите, а там кто-то уже свинильный кусок принесся. Было такое? Ну, мы обычно рассказываем все, что никто не приносил, и пресекаем. А где есть персонал? Соответственно, тоже, они должны придерживаться наших правил, потому что только то, что готовится на штат, кошерное еду, они не имеют права. На штат готовится кошерное? Да, да. Ну и как им нравится? Конечно. Кому будет не вкусен тот же украинский борщ, но кошерный? Что такое кошерный украинский борщ? Обычный украинский борщ, который у нас известен на Украине, это, конечно, сваренный на свинине. А кошерный борщ, это сваренный на кошерной курице. Кошерная курица, чем отличается от обычной курицы? Убой курицы, кошерный и не кошерный, отличается. Убивает эту курицу, он ее убивает с минимальными курицей для нее, это шоковым состоянием там. То есть она умирает счастливой? Да, она умирает, в общем... Она еще и благодарит в этот момент. Марик, спасибо вам огромное за все, что рассказали. Я пойду у вас пробовать завтрак. Убегу аппетиту. Спасибо большое. Ну что, кухню мы с вами увидели. Теперь давайте посмотрим шведскую линию. Хотя это не шведская линия, это еврейская линия. Мы находимся в Днепропетровске, в отеле Минора. И вот так здесь выглядит завтрак. Каша, это гречневая. А вот и манка. Это отдельно жульен с грибами стоит. Овощное сатэ. А тут израильская яичница с густым томатным соусом, острыми и пряными специями. Десерты. Творожная запеканка, профитроли, есть еще фрукты. И запеченное яблоко очень красиво выглядит. Ну, из напитков на завтрак предлагают кофе. Тут стоит кофемашинка. И, кстати, что очень удобно, кофе можно взять с собой. Горячая вода, выбор чая. Сок апельсиновый, яблочный. Так, ну что, буду выбирать себе завтрак. Я хочу фалафель. Это такие шарики изнутра. Жарятся на масле растительном. Хумус. Который тоже делается изнутра. Это вот меня еще интересовало. Я еще рыбную котлетку возьму. Так, у меня, кстати, будет очень плотный для меня завтрак. Я обычно вообще не завтракаю. А если и завтраку, то чашка кофе. А сегодня у меня будут и рыбные котлеты, и фалафели, и хумус, и яичницы. Ну что, давайте попробуем завтрак. Начну с рыбной котлеты. Ммм. Как по мне, эта котлета очень соленая, но она вкусная. Фарш рыбный очень нежный. Милка перемолот. Хлеба там немного. Вкусно. Фалафель пробуем. У него хрустящая корочка, еще внутри много зелени, и фалафель вкусный. Пробую хумус. Тахина, пасты из кунжута здесь немного, хотя многовато чеснока и лука. Завтрак вкусный. Одно но. Котлеты пересолили. Кто-то влюбился на кухню. Ай, она нагрелит. Ну что, мы позавтракали. Тебе было вкусно? Да, хорошо. Идем дальше. Посмотрим, что-нибудь интересное нам еще покажут. Марик, скажите, а можно ли посмотреть на синагогу? Да, да, мы же у нас. Да, проводите нас. Да, да. Название синагоги – Золотая роза. Любой человек. Он может прийти в синагогу, ему здесь рады. Да. Мы очень рады. Мы очень рады. Это напоминание о том, что как бы перед евреями есть Всевышний, Бог. Ты наденешь кипу? Вот оно, наконец-то, мы на него ее надели. Экипировались и ходимо. Здравствуйте. Здравствуйте. Я представитель Ревина по синагоге. Меня зовут Владимир Абрамов. Я ведущий программы «Ревизор». Очень приятно познакомиться. Как вас зовут? Ревин. Ревин Мильман. Шалом. Есть ли какой-то ритуал перед входом в синагогу? Когда мы заходим, видите, тут такой купол. И эту молитву мы повторяем. Написано «Шмай Сройла, Шимулакина, Шимихат». Это вот перевод. Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь один. Вперше за историю Ревизора команда опыняется у синагоги. Это дом наш, где мы можем пообщаться, где мы можем вырасти духовно. Не евреям. Рады? Мы всем рады, мы всем рассказываем. У нас есть экскурсии. Вот основной зал молитвы, где находятся мужчины. Есть второй этаж, где находятся женщины. Места, где люди сидят во время молитвы. Обязательно оснащено так, чтобы были места для подвиги кладки. То есть все очень удобно у нас делано. Это место нашего главного раввина. Отсюда он ведет молитву. Это не просто так подобран цвет. Это как цвет нашего мужского талит, что мы надеваем. И написано, что тут 26 полос. Это одно из имен Всевышнего, цифровое значение. Потом у нас 5 выступов. Это соответствует 5 книгам Тора. Этот шкаф называется «Аронакойдыш». Это перевод «Святой шкаф». Это место, где лежат святки Торы. Вы можете подняться со мной. Подивимось ближе. И вы видите, как у нас изображение. Это все написано, отображение первых 10 заповедей. Это же, но уже в металле. Серебро, золото. Мы открываем этот шкаф. И мы видим свитки Торы. Но текст полностью совпадает. Во всех свитках Торы во всем мире, где бы они находились. Один и тот же текст, но последние буквы. Это короны Торы. Они из чистого серебра и драгоценных металлов. И камни даже вставляются. Это очень дорогие вещи. Их одевают на свитки Торы. Мы всегда целуем. Потому что можете дотронуться, тоже поцеловать. Учить святые вещи. Можно. Да. Я впервые это делаю. Когда мы открываем Торы, люди подходят сюда. Иногда плачут, если какие-то есть проблемы. Не дай Бог, потому что это действительно святое место. И когда открывается эта святость, мы можем просить очень много у Всевышнего. И спускаемся мы тоже особо. Мы спускаемся лицом аккуратно. Да, мы спускаемся вот так. Ну, есть поручение, поэтому доброе, да. Мы обязательно рассказываем о заповедях. И вот первая заповедь мужчина должен сделать в твилин. Так что я могу помочь. У меня все готово. Хотите, можете сейчас сделать. Вы пробуемо на Вадимове. Сначала мне нужно знать, какой рукой вы пишете. Я правша. Нужно снять пиджак. Да, защищу бицепса рук. На седине бицепса мы будем ставить твилин. Сейчас я вам делаю, вот видите, я пишу буква шин. Это еврейская. Все, молчите. Сейчас вам нельзя пока говорить. Это сейчас мы делаем букву далы. Сейчас вот средний пальчик. Это мы пишем букву ют. Так, сейчас мы делаем головной твилин. Сейчас вы будете гореть благословение. Сейчас вам нужно будет правой рукой закрыть глаза вот так. Суть иудаизма это полное подчинение евреям всевышнему своими мыслями и делами. Для того, чтобы не делать никаких дурных дел и чтобы, не дай Бог, не принести в мир эту отрицательную энергию. Спасибо большое еще раз за время. Приходите. Спасибо. Мы были в синагоге. Ощущения очень, очень хорошие. Мне понравилось. Если вы ищете себя или не можете найти в себе Бога, приходите в синагогу. Приходите вообще в церковь, в любую. Нам там всегда рады. А теперь до выясновки. Ревизор проверил отель «Минора» в Днепре. Экстерьер. Отель находится на территории еврейского центра по адресу Шалом Алейхима 4.26. Интерьер. Элегантный. Номер просторный и хорошо освещен. Мебель и сантехника современные и комфортные. Есть два больших окна. Кстати, для безопасности гостей окна на высоких этажах открываются только на проветривание. В ванной полы с подогревом. Я выспался, как младенец. Ночью было тихо и тепло. Цены. Стандарт «Классик» на одного стоит 1340 гривен. В стоимость входит завтра. Обслуживание. Нас встретили на рецепции спокойно и вежливо и на все вопросы ответили. Здесь есть швейцар, который провожает гостей в номер. А еще я проверил работу консьерж-сервиса и попросил отправить письмо бабушке нашей Ане. Мою просьбу выполнили. И мы обязательно проверим, получит ли бабушка Ане свое письмо. Я позавтракал у вас. На шведском столе большой выбор блюд. Есть и еврейские, и привычные всем блюда. Мой завтрак мне понравился. Чистота. Номер убранный и аккуратный. Постель, подушки и матрасы чистые. В ванной чисто. Но я нашел немного пыли на батарее, на шкафу. Вы считаете, на такие мелочи не нужно обращать внимание? Нужно. Почему не обратили? Исправимся. Уже все устранено. И ваши замечания, и пожелания мы приняли к себе в работу. Мы ждем вас в следующий раз, и все будет идеально. Иногда следующего раза и не бывает. Утром я проверил кухню вашего ресторана. Кухня большая и чистая. Ну что, Минор, я провел у вас очень много времени. Видел почти весь персонал. Недочеты с чистотой у вас есть. Но они слишком мелкие, чтобы лишить вас этой рекомендации. Поэтому ревизор рекомендует отель Минора в Гевропетровске. А я почти закончила бабульке письмо. Еще два слова, и все, я отправляю. Відправить лист пообіцяли працівники готелю. Сгодом мы перевірили, чи не дійшов лист бабусі. Я получила такое теплое письмо. Я от радости угощаю почтальоншу, что она мне приносит такие известные прекрасные. Я всегда чувствую, что ты меня любишь. И я радуюсь этому. Махнопап. Дніпровский центр без влади и анархии просто посеред места. Відвідувачів тут завжди немало, но отгуки про заклада разные. Один из наюлюбленнейших атмосферных закладов Дніпропетровска. Смачная кухня, приемные цены, музыка, пиво. И запал. Люблю там отдыхать. С момента открытия все поменялось. Замысел испорчен. Наливайка. Пудали закоску пиву с тухлым кальмаром, а вместо извинений просто струсили кальмара с тарелки. После возмущения администратор вызвал охранников. Среднестатистический гендель. Официанты-хамы. Кухня весьма посредственная. В зале дубак. Туалет грязный. Ревизор утонул бы в пыли. Мы приехали на ревизию. Идемте посмотрим. Здрасте. Разбили. Это на счастье. Будем усподеваться. Я Вадим Абрамов, ревизор. Здравствуйте. А вас как зовут? Маша. Вы кто Маша? Как повод сегодня старший. А чего так с сожалением, что сегодня старший? Так, ой. Немножко страшно у вас. Боюсь чуть-чуть. Меня боитесь. Не бойтесь. Давно здесь работаете, Маша? Нет. Сколько? Получается месяц. А до этого в ресторане работали другим? Нет. Это первое место работы. И вас сразу старшим поваром? Нет. Ну это сегодня так получилось. И самым в цей день завитал ревизор. Вот свезло так свезло. Что у нас на кухне? Все в порядке? Да, все хорошо. Ну это мы еще проверим. А вы кто и почему вы здесь? Я Вадим Абрамов, ревизор. А вы кто? Видите камеры? Вы кто такой? Здравствуйте. Почему вы мне спрашиваете, кто вы такой? Потому что вы заходите на кухню, где нужно находиться в спецодежде, в верхней одежде. Да. И рассказываете, что мы должны выключить камеры. Мы снимаем программу ревизор. И снимаете. Ну вот и снимаем. Мы снимаете где-то в другом месте. Почему вы здесь? Почему мы снимаем здесь? Нас сюда звали зрители. Вы кто? Представьтесь, назовите. Не буду я представляться. Когда вы должны выйти из кухни, вы не праве здесь находиться. И что? Так выйдите из кухни. Я сейчас выйду из кухни. Вы не переживайте. Давайте. Ну, сначала вы выйдете. Я не выйду. Я нахожусь на своей работе и знаю, чем я здесь занимаюсь. Алло, Изаев. Кто это? Да я не заеду. А я снимаюсь. Не будете говорить? Боитесь? Вы не бойтесь. Тем паче, что незнаемец уже пришел. На плите тут валяются агарки. Смотрите, под конфорками везде жир. Их вымывают плохо, эти плиты и конфорки. Посмотрим на вытяжку. В фильтрах у вытяжки совсем немного жира. Жироловители у нас что? Жир скатался. С вытяжки сыпется песок. Вытяжку вы мойте плохо. А это что? Маша. Это вяленая телятина. Вяленая телятина, которая лежит сверху на вытяжке. Без какой-либо информации, без стикеров, замотанная в пленку. Пахнет это очень странно. Та и выглядая дивно. В любом случае, полнейший бедлам. Все готовится. Во всем плавают ложки, половники. Струли абсолютно разнобой. Есть эмалированные, есть алюминиевые, есть профессиональные. Почему так? Неизвестно. Посмотрите на эти два фритюра. В одном масло прозрачное, во втором темное. Темное масло не смущает, Маш. Загляните сюда. Успели поменять. Вот это успели поменять, а это нет, да? В чистом фритюре грязная решетка. Смотрите, залеплена вся старой едой. И здесь поменяли масло, но решетку почистить забыли. А может, и не сбралось? Во втором фритюре, где масло чернейшее, почти как нефть, решетка вся выгрызена, смотрите, ну дыры в ней. А так он вообще жарит страшно. Ну посмотрите, сколько здесь старой гарри. Я отставлю ее. Не знаю, куда это девать вообще. У смятник ей дорога. Теперь посмотрим, что творится на рабочих поверхностях. Любите баклажаны? Смотрите, он весь сгнил. На кухне мало места, и поэтому персонал рядом с едой складывает личные вещи. Эти сумки набросаны. Рядом в мешке рис. За рисом бытовая химия. И все это вместе с едой. Полна антисанитария. Мусорные пакеты. Вот тут какая-то замотанная капуста стоит. Отношение к продуктам вопиющее. Еда, бытовая химия, мусорные пакеты. Все свалено, такая братская могила. Картофель просто бросили у чистой посуды. Чудовый натюрморт. Смотрим в морозилку. В морозилке очень грязное дно. Мясо натекло, все замерзло, и следы остались. Вот это вот свинина и курица. Когда она появилась здесь, девочки? У нас нет старшего повара. Старшего повара нет и порядка нет. То есть вы решили, что как батька Махно говорил, что анархия, мать порядка, вы на кухне устроили анархию? Все варяется вперемешку. Смотрите, шпинат перемороженный, а под ним отдельные порционные куски мяса. Все в кульках. Что это такое? Это утка какая-то, птица. Это готовая птица. Она еще даже не остыла. Маша, что это? Рыба? Мясо? Вы сегодня за старшую. Вот лежит эта печень. Ну, как ее можно было вот так сложить с этим хвостом? На этой кухне взагали хочешь за чем-то следкують? Продукты требуют уважительного отношения. Вы же кормите людей, Маша. Плачете, Маша? Вы думаете, слезами делу поможешь? Тряпки нужно брать в руки и убирать. Правильно раскладывать продукты. Маша, Маша. Заглянем в микроволновку. Поддон в микроволновке грязный. У вас всегда вот такой поддон в микроволновке? Мы тут только посмотрели еще туда. Ну, а куда смотрели? В микроволновке везде грязь. Сама микроволновка, вот, ну, зеркальная. Ну, она же залапана вся. Ну, что это такое? Ну, вот, смотрите, пара конвектомат стоит. Тоже весь в подтеках. А внизу что у вас тут сушится? Это арахис. Арахис. Здесь у вас сухари. Тряпка грязная. На ней куча мусора, остатков еды. Тряпка возле продуктов. Веник возле продуктов. Ну, что это такое? Бродный додаток до страв. Здравствуйте. Конечно, заходите. Сейчас. Всем здравствуйте. Можно я сейчас успокоюсь в свой персонал? А вы кто? Я администратор заведения Даши. Приятно очень познакомиться, Даши. Собираетесь зайти на кухню? Обязательно надевайте спецодежду. Вы не можете просто захотеть. Маша, Маша, давай будем просто выдавать заказы. Все хорошо. Все по-вашему хорошо? Продолжим ревизию. Давайте заглянем в холодильнике. В холодильнике что-то замотано, что-то нет. Ни одного стикера нет. Как батька Махно скрывал дату своего рождения, неизвестно, когда он на самом деле родился, так и тут неизвестно, когда появились эти овощи и фрукты в этом холодильнике. Среди всего прочего стоит судок. В этом сутке макароны с котлетами. Овощи нет. Отже, товарное сусидство порушено. За сутком валяется одинокий маринованный чеснок. Просто на полке. Один. Чеснок-самитник. Квашеные помидоры придавлены пластиковым ведром. А, вот маринованный чеснок. Холодильник внутри грязноватый. В холодильнике пыль и грязь. И это уже не удивует. Посмотрим следующий холодильник. Саша, больше я его не могу. Стул. Ну нужно куда-то его отставить. На этой кухне, как в метро, годину пик. Не разминутися. Ко второму холодильнику подойти сложно. Тут и стул. Ладно, сяду, сейчас посмотрим. В этом холодильнике засохший кусок языка. Вот куда он пойдет? Маш. Ну посмотрите на это. Ну вот видите, везде же засохшее, везде по краям. Туда ему и дорога. Дероны. На скорую руку замотали пищевой пленкой. Никакой маркировки нет. На чем стоит дерон? На сутках с мясом. Сыр и мясо. На этих контейнерах даты никакой тоже нет. Это свинина. Перед свининой маринованные грибы. Санитар не нормы? Товарное сусидство? Ни, не чулы? Паразиты из сырой свинины могут заразить готовую еду. Ниже мясо плохо накрытая курица. Вот. Стикера опять нет. Посмотрите, сколько с нее натекло. Рядом с курицей ассорти сало. Сало не подвергается термической обработке. Вы придете сюда, закажете эту тарелку, начнете его есть. Что получите? Набир паразитов у подарунок. А это что? Маша, вы не знаете, что это? А кто знает? Кто это сюда положил, девочки? Вы знаете? Никто не знает, что это за бутылка из-под газировки. А в ней что-то белое. Это молоко. По молоку видно, что с рынка в старой таре пластиковой, которую нельзя использовать повторно. И никакого молока с рынка здесь быть не может. Тут и молоко сырое лежит с рынка, и мясо. Рядом готовая еда. Ни одного стикера нет. Не холодильник, а халепа. Смотрим третий холодильник. На верхней полке лежит сметана, открытое сливочное масло. Когда оно открыто, неизвестно. Сбоку примастилась колбаса. Замотана в пакет. Никакого стикера на ней нет. И полка с молочной продукцией, консервацией, колбасой жутко ржавая. Посмотрите на перчатку. Ниже валяется сгущёнка, стоят сливки, лежат перепелиные яйца, сутки с тёртым сыром. Но стикера ни одного нет. Это что такое? Я думал, что это пицца. Нет. Оно уже скисло. Какая-то картошка. Нет, это картошка, судя по всему. На макароны похоже. На макароны, но нет. Чёрт знает что. И воняет кислым. Ассорти из копчёностей. Свиные уши. Господи, это прям как новогодняя маска. Не новогодняя, она хэллоуи. Уши с куском головы. Так вы видели, когда-нибудь? Красунчик. За свиными ушами. Бастурма. Под бастурмой сыр-косичка. Молочное, готовое, копчёное, мясное. Всё вперемешку. Третий холодильник с такими же проблемами. Беспорядок, неправильное товарное соседство и грязь. Наводите порядок, так нельзя. Вы не можете работать в таких условиях. Не справимся. Всё, идёмте в зал. Так, нужно найти свободный стол, потому что людей очень много. А вон, вижу, один у входа. Туда и садут. Что здесь за фотографии? Украинская постанская армия имени Батька Махно. Ну, это гости заведения, которые любят выпить. Потому что все пьют на фотографиях. О, здравствуйте. Вас как зовут? Катя. Катя. Как настроение, Катя? Непогато. Непогато, да? Ребочая среда. Да. То есть, для вас приезд ревизора вообще не сомневается. У нас часто заходят такие классные люди, как вы. За добрые и комплиментами? Потому что мы взагалей чекаем вас и на ежах. То есть, Катя, я подозреваю, что вы единственная, кто меня здесь ждал. Не, мы все чекали, только по-разному. Катюш, принесёте мне ещё жалобную книгу? Так, как честно. А у вас тут, кстати, помимо жалобной книг навалом. Это вот что это такое? У нас на Махно любил читать ризную литературу. Потому что это концепция заклада. Литературный куточок Батька. А что вы ещё знаете про Махно? Ну, Махно – это глава анархистского руха в Украине. Он воював с белыми и с червоными. Ну, взагалі, с всеми воював. Дуже яскрава особистість в украинской истории, в світовой взагалі. Ну, тому... То есть вы за анархию, да, Катя? Ну, взагалі-то так. Сидайте, 12 баллов. А знаете, где умер? А, если я не помнюсь, в Париж. Да. Побачите Париж. И умереть. Вот с ним так и случилось. Катя, хорошо, я почитаю жалобную книгу и посмотрю меню, а потом позову вас и сделаю заказ. Спасибо. Посмотрим жалобную книгу. Последнее заявление. 23 февраля 2016 года. Я, Вадим, недоволен обслуживанием официанта Анны такой-то. Бизнес-ланч – не повод обслуживать, как в столовой. Руководство никак на запись не отреагировало. И первое заявление. Я такой-то, такой-то заявляю, что в этом заведении у меня пропала сумка, мобилка и сумма в размере 500 гривен. И на запись тоже никак не отреагировали. Полная анархия творится в заведении. Воруют сумки, на записи не реагируют. Махнопа обменють первоклассная кухня. О, первоклассная. Теперь будем знать, что такое первоклассная кухня. Таке не забудешь. Холодные закуски. Табун анархии – 38 гривен. Названия все специфические, сразу не поймешь. Первое блюдо – борщ – 35 гривен. Салат – 1925 год, Париж, стоит 63 гривны. Это салат из курицы-гриль, яйца, помидора и так далее. Овощные блюда – деруны, погуляй, польские салаты. С мясом – 39 гривен. Горячие мясные блюда – токельная тачан. Это блюдо из свинины – 74 гривны. В меню очень странный пункт. Яички махновские. Яичница с зеленью – 29 гривен. Кофе. Эспрессо – 15 гривен. До замолвления. А скажите мне, пожалуйста, что такое, только не подглядывайте в меню. Поросячий писк. Поросячий писк – это свинячий реберця с тушеной капустой, запеченой в соусе фирмовом. А теперь меня еще интересует, что такое лети ветер, гуляй, поле. Это курячие крыльца. Поэтому лети. В нашем фирмовом соусе, снова же таки. А гуляй, поле – это кто? Ну, это просто, как вам сказали, это порівняння с местом народжения Махно. Меню та историю знают. Долго ждать куриные крылья? Не, не дуже долго. Хвилин 10-15. Давайте мне тогда куриные крылья и эспрессо. Вам эспрессо звичайно или макет? Обычный. Когда эспрессо будете? Хвилин через 5 максимум. Ну, если вы хотите, это же до начала подачи стравы, чтобы вам не было так сумно чекать. Мне скучно вообще не будет. У меня тут дело не проворот. Давайте после. Давай. Хорошо, Катя, спасибо, жду. Давайте покажу вам интерьер. Далеко ходить не буду. Сразу проверим жвачки под столом. Вот, чуть носом не влез. Жвачки под столом есть, их тут не снимают. Стол деревянный, ну такой он весь в разводах каких-то. Протирают его не очень хорошо. Сейчас покажу вам. Это чистота стола, за который вы будете есть. На который будут ставить еду. И косты ништа выдалку. На диване, напротив. Просто одни разводы. Посмотрите. Это команда инурезников приехала и отдохнула в Махно-пабе. Не добежала. Блин, все залито. Все. Написали, что Нестор Махно любил читать разную литературу. Инсталляция красивая. Книги уходят прямо в небо. И проверим чистоту книг. И проверим чистоту книг. Везде пыль. За стеллажом. Посмотрите. А ведь там не ходят гости. Эти книги даже нельзя подчитать. Очень много мусора на полу. Занедбалый литературный куточек. Для имитации будки стоит алюминиевая миска. Что-то сколотили из дерева и прицепили к милого песю. Есть цепь. Ну, если что, кого-нибудь можно на цепь посадить. Допустим, меня, чтобы не сильно кусался. Диевый способ. А чей это? Нестор Махно. А, прям самого Махно. Мерить можно? Аминистратор Даша разрешила мне померить драный кожух Махно. Может, не треба? У Нестора Махно были короткие руки. Не то, что у меня. На высоких чоловях нерозрахованный. Ну, ну, воняет. Ну, старым кожухом. И чей-то туалетной водой еще. Аромат с давнины. А, это, кстати, рост вы тут написали разных людей, да? Как интересно. А, ну вот, я был прав, смотрите. Махно был невысокого роста. Кожух-то мал был? Мета-55. Александр Македонский тоже, смотрите. Я и Македонский по плечам. Ну, а вот с Гришкой Распутиным я там еще могу тягаться. Хибачо с ростом. Осечки сцена, бортуточки. И нужник тамочки. Но нужник нам как раз и нужен. Идемте в туалет. На стенах по дороге в туалет изображение Махно, дел, заведенных на Махно. И даже его женщин. Смотрите, вот его жена. Ну, за женой Махно ухаживал хорошо. Пыли нет. Брат тоже чист. Ну, а на Махно вот немного пыли есть. Не догладили батька. С потолка свисает завещание. Вспоминайте меня, вспоминайте, если и все. Слушайте, действительно, Махно был маленького роста. Стул детский, как в детском саду. Или он уже в детстве писал завещание сразу. Наперед. Знал, что пригодится. Завбачил его. Идемте в туалет. На старых чемоданах что? Ай, я думаю, что прибило чемоданами. Я же не иммигрант в Париже. Ну, тут чисто. Стоят. Тихо, отходим. Відступаем потихоньку. Фортепиано еще есть. Еще и работает. Стоит фортепиано, а на нем старый прием. И еще иная машинка. Слушайте, какой класс. Тут же можно заняться любимым делом. Включить любимые песни, сразу строчить и еще играть. Музицируете, Катя. Вы играете, вышиваете? Ну, взагалей, коллекционируете. Давайте что-нибудь из ранней Кати. Не знаю. Из совсем ранней. Катя, я не знаю ваших периодов творчества, но давайте что-нибудь из совсем раннего. Нет, не знаю. Доброе. Ты залишай меня, Хай сипла селым снегом, На твою маківку, Всевышний севидень, Хай січень, Хуга, Добролавна крига, Хай паморость, Пришли листок, Палкий привіт. А мы далее едем. Это вы написали? Официанти тут здебны. Вы на кого учились, Катя? Я сейчас учусь на мудниках. Не очековано. Посмотрите, пожалуйста, внимательно на Катю, которая сейчас работает в пабе Махно, которая пишет великолепные стихи и делает это давно, и собирается стать таможником. Вот теперь я верю в нашу украинскую таможню. Катя, спасибо огромное. Маши критики, до речи, уже готовы, я сейчас вас ждать. Худко мити руки. Туалет напоминает детский сад. Смотрите, туалетовая дверь – потребник, зеленая дверь – комната размышлений, синяя дверь – комната отдыха и розовая дверь – интим-комната. На замке не каждому разрешено иметь интим в Ахно-пабе в Днепропетровске. Я тоже хочу, я хочу интима, в конце концов. Что все время тараканы, мыши и супермаркеты? Така уже ревизорская работа. Так, ладно, идем тогда в комнату отдыхать. Еще и картина есть. Что здесь интересно, в комнате размышлений. А, ну тоже пейзаж. Есть на что поделитесь. Туалет небольшой. Мажется побелкой. В мусорном ведре пакета нет и валяются использованные бумажки. Взглянем на унитаз. Сразу за крышкой в стыках моча. В труднодоступных местах грязь, сиденье, ну, закапано. Вот тут мочуем. Под ободком средней вшивости чистота, если так можно выразиться. Вот тут пятна. Чей-то волос торчит. Унитазы сливаю. Туалетная бумага, большой рулон. В Павел Махну самый скромный ерж Украины. Он там за унитаз залез. Не трогайте меня, молит он. Не трогайте. Иди сюда, не бойся. Он зеленый. Такой еж встречается редко в природе. Его надо искать. И учтите, что он всегда скромный, прячется под пеньками. Или за унитазами. Когда найдете, рассматривайте внимательно. Выглядит он аккуратный. Он свеженький еще, молоденький. Над дверью. Ой, аж сыпется. Пыли много. Ну что, теперь помоем руки. Глаза поднимаешь и сразу слепит. Свет очень яркий, все зато видно. При таком свете удобно проверять чистоту. В раковине, в переливе. Грязь же. Ее протирают. Хотя на ней какая-то пыль. Вон она остается на перчатке. А пыль тут есть везде. Ее не протирают. Вот пыль падает, как снег. На раковине. Горячей воды нет. Немного мыла еще есть. На меня хватит. Одноразовые полотенцы есть, а есть еще и сушка для рук. Работает. Мусорных ведра три на два рукомойника. Самое популярное ведро посередине. Смотрите. В нем больше всего бумаги. Второе по популярности ведро справа. И самое непопулярное левое. Налево никто ходить не любит. В ведрах мусорных пакетов нет. Ведро ржавеет, а остаются пятна на плитке. Там надо убрать. И уж если я полез вниз, давайте посмотрим. Под раковиной чьи-то длинные черные волосы. Тут не вытирали. Надо следить за чистотой. Тут лучше. Ну что, идемте наверх. До дегустации. Мои крылья меня уже ждут. И кофе, кстати, тоже ждет. Вы готовили куриные крылья? Как вы их готовите? Обжарила пару куриных томатей и подаются с фирменным соусом. Хорошо, что не в фритюре готовили, потому что после того фритюра есть ничего нельзя. Ну что вам сказать, Маш? Куриные крылья обычно должны быть хрустящими. Тогда не очень вкусные. Вы надкусываете хрустящее крыло, а внутри сочное куриное мясо. Мы готовили в параконвектомацию и чуть-чуть пересушили крылья. Они не хрустят сверху, а внутри чуть-чуть суховат. Но в общем и целом они не ужасные. Их можно есть. Я бы сказал, они неплохие. Но не могу сказать, что они вкусные. Маш, на твердую 4 по старой оценке. Знаете, вот так скажу. Спасибо, Маша. Все принесли. Когда меня не было за столом, крылья пробовал холодные. Эспрессо тоже холодный. Кать, вы знаете, что всегда ей нужно подавать блюда, когда гость за столом. Мало ли, кто-то прошел и плюнул. И кофе. Я же просила принести после еды. Когда эспрессо будете мне подавать? На початку подачи стравы. Давайте после. Давай. А вот кофе сейчас холодный. Возрум вам мясо. Давайте сделаем. Ну, а пока я сижу и жду свой кофе. Смотрите. Прямо над баром висят сапоги. Две пары. Как в свадьбе в Малиновке. Скидывай сапоги, власть переменилась. Руки вверх! Власть переменилась! Скидай сапоги! А то тут кто-то скинул. Одни и вторые. Это матька Махно. Он там. То белые шли, скидывали сапоги. То красные шли, скидывали сапоги. А он сразу скинул две пары. И создал анархию. Чим и прославился. Это мой эспрессо. Друга спроба. Счет принесете? Включать. Пробуем кофе. Эспрессо вкусный. Катя, вы принесли мне книгу. Спасибо. Я читать люблю. Это что такое? Это, мы считаем, что это такая у нас импровизованная решение. А, вы так счет подаете. Так, пусть мой счет подождет, я к нему еще приду. Катя, вы же понимаете, что у нас всегда есть козырь в рукаве. Знаете, как называется? Он называется тайный покупатель. Не учи колы. Все это время в Махно-Пабе находился наш тайный покупатель. И сейчас мы узнаем, обвешивают ли здесь. А вот и наш тайный покупатель. Садит красивая блондинка, одинока, незамижняя. И даже ничего не ест. Я так рада, что ты пришел. Лена, расскажи, пожалуйста, что ты заказала? Я заказала давяной чай, пательную тачанку и бочку. Как тебя обслуживали? Девушки душно меня встретили, не улыбались. Все были очень милые со мной. В принципе, обслуживали хорошо, но медленно сославшись на ваш переход. Мне нужны будут наши весы. Весы у меня в руках. Вы принесли мне чистую тарелку. Спасибо. Ставлю тарелку. Оттариваю. Нали. Леночка, передашь мне меню, пожалуйста? Спасибо. В меню вес адской тачанки 300 граммов. Сейчас мы узнаем, ваша адская тачанка не растеряла ли свой пулемет и колеса по дороге. Вес должен быть 300 грамм. Грибы, баклажаны, мясо. Мяса, в принципе, много. Ну, давайте узнаем. Перекладываем оставшиеся. И видим, что вес блюда 298 граммов. Два грамма находятся в пределах допустимого расхождения в 5%, что означает, что в пабе махно в Днепропетровске не обвешивают. Кать, и можно мне, пожалуйста, счет нашего тайного покупателя? Лена, я очень рад, что адская тачанка, которую ты заказала, была правильного веса. Спасибо, что была нашим тайным покупателем. Твой счет, моя платья. Спасибо. Идемте. Так, у меня на столе уже и второй счет появился. Счет тайного покупателя. 124 гривны. Мой счет 68 гривен. Катя, хочу рассчитаться карточкой. Одна карточка. Что я беспокоил. А куда вы пошли с моей карточкой, Катя? Подождите. Если у вас переносной терминал, то карточку вообще не должны забирать со стола. На автомате так вышло. На автомате, видимо, вы забираете ее. Так нельзя делать, Катя. Карточка всегда остается у гостя. Это первый чек. Спасибо большое. Ревизор готовый до выясненки. Ревизор проверил баб Махно в Днепре. Экстерьер. Баб находится в центре города по адресу улица Гопнер, 4А. Интерьер. В стиле харчевни времен батьки Махно. В зале много ретро-декора. На стенах махновщина, деревянные столы и полки, кожух и свисающие с потолка сапоги. Название блюд в меню анархические. Цены. Мой счет за крылья и эспрессо 68 гривен. Обслуживание. Официанты общаются с гостями раскованно и говорят исключительно на украинском языке. В меню и биографии Махно разбираются. Я пробовал еду. Куриные крылья пересушены и не хрустящие. А эспрессо мне подали слишком рано, и он остыл, хотя кофе вкусный. Мы взвесили заказ тайного покупателя. В пабе Махно не обвешивают. Здесь можно рассчитаться банковской картой. Особенность. Это ваш официант Катя. Она пишет стихи и учится на таможенника. Чистота. В зале много элементов декора. Но на них пыль. Пыль. Под столом жвачки. Сами столы грязные. На диванах гигантские пятна. В туалете. На унитазе подтеки мочи. А теперь кухня. На кухне творится полная анархия. Неправильное товарное соседство. Ни одного стикера нет. Зато пыли и грязи в избытке. Все блюда на столах. Без холодильника. В самих холодильниках ржавые полки. Сырое мясо хранится рядом с готовыми блюдами. А молочная продукция со свиными ушами и открытой колбасой. Маша. Маша. По-человечески мне вас жалко. Но чистота на кухне необходима. И это на вашей совести. Девочки, анархия это интересно. Концепция заведения. Это круто. Но порядок все же нужен. Это уважение к вашим гостям. А пока... Чистоты и порядка в пабе Махно мы не увидели. Поэтому ревизор не рекомендует паб Махно в Днепре. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok